В работе сессии Народного хурала парламента республики принимают участие глава республик Калмыкия Бартул Сергеевич Хасиков, главный федеральный инспектор республики Калмыкия аппарата полномочного представителя президента ВЮФО Александр Викторович Беляев, представитель правительства республики Калмыкия Юрий Викторович Зайцев, заместитель руководителя администрации главы республики, представитель Народного хурала Манжиев Араш Алексеевич, руководители судебных и правоохранительных органов республики, приглашенные на сегодняшнее заседание, Петренко Валерий Леонтьевич, представитель Верховного суда республики Калмыкия, Курманиев Евгений Евгеньевич, прокурор республики Калмыкия, Шенинова Надежда Асангаджиевна, исполняющая обязательство начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по республике Калмыкия, Юшков Игорь Александрович, начальник управления Федеральной службы безопасности по республике Калмыкия, Никифоров Сергей Александрович, министр внутренних дел по республике Калмыкия. Кроме того, уважаемые коллеги, присутствуют представители, руководители, заместители руководителей Министерства ведомств республики, Приглашенные на соответствующие вопросы. Представители наших общественных объединений, правда в ограниченном количестве, учитывая реальную ситуацию, Но и наши ответы работники Народного курала, которые будут помогать нам проводить заседание парламента. Уважаемые коллеги, для дальнейшей работы нам необходимо избрать секретаря. Сегодня его предлагается возглавить депутату Халгаеву Ачиру Владимировичу, Включив состав работников Народного курала парламента республики Калмыкия. Ачир Владимирович, вы не возражаете? Нет. Других предложений нет? Нет. Прошу подготовиться к голосованию. Идет голосование. Постановление секретариата у вас на руках. Пожалуйста, свою позицию по секретариату. Большинство достигнуто. Решением принято, уважаемые коллеги. Просьба все-таки участвовать в режиме голосования. Уважаемые коллеги, у вас имеется проект повестки дня. Кто за то, чтобы принять ее за основу? Прошу подготовиться к голосованию по принятию повестки сессии сегодняшней за основу. Идет голосование. Пожалуйста. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Пожалуйста, у кого какие будут замечания по внесенной повестке? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я бы хотел сейчас вам сделать сообщение. В связи с тем, что в этом году у нас прошли выборы муниципальные органы. Значит, и партия участвовала в этих органах, вернее, в выборах. Но они прошли, по нашему мнению, под давлением нашей республиканской власти и местной власти муниципалитетов. Комучийская партия в четырех районах под давлением муниципальной власти, значит, мы не прошли туда. Каким образом все это делалось? Я согласен, там где-то, значит, мы через суды, мы не прошли там. Но там, где пришло давление, людей просто заставили, значит, снять свои кандидатуры с должности под давлением. Я 4 сентября заявил и сказал, что если, например, это не проклятится, то мы вынуждены, и фракция приняла такое решение, значит, выразить недоверие к главе республиканской власти. Только по политическим отъемам. После того, как консультации, значит, с фракцией «Справедливая Россия», частью депутатов Народного курала от «Единой России», значит, после консультации фракции, мы пришли к выводу. Представленные во время избирательной кампании главы РК предвыборные программы не выполняются, и условия для ее реализации не созданы. В республике подбор и восстановленных кадров в органах исполнительной власти осуществляется неэффективно, без учета уровня профессиональной подготовки и опыта, что привело к кризису во всех сферах жизнедеятельности республики. Анатолий Васильевич, а можно вопрос? У нас в экономической ситуации в республике остается критичной. Я еще раз говорю, я имею право сделать буквально две минуты. Мы сейчас повестку обсуждаем. Три минуты. Вы мне перебиваете. Правильно, правильно. Потом в разном будем обсуждать. Прекращаем разговоры. Три минуты имеют право. На 2000 госдолг Калмыкии вырос на 16,75%, достиг 4 миллиардов 620 миллионов рублей. Три минуты. На 1 сентября он составил 5,9 миллиардов, то есть вырос на 27,6%. В октябре 2020 года самый высокий уровень закредитованности населения в России зафиксированной республикой Калмыкии. Степень долговой нагрузки оценится 87,7%. Постостоянно 14 октября обеспечены сельхозяйственными животными кормами для проведения зимнего стоилого периода 2020-2021 года. В среднем по республике составляет 42%, у пострадавших раненых менее 30%. Николай Вич, 3 минуты. Животноводство. У меня еще полтора минуты. В животноводстве с бескормистой наблюдается массовый падеж скота. На сегодняшний день специализированное лечебное учреждение создано на территории республики для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, крайне перегруженной. Количество медицинских работных в них не соответствует реальным потребностям. Имеет место многочисленные факты нехватки лекарственных препаратов. Больные вынуждены сами приобретать лекарства в свой счет. Предложение, Николай Викторович. И медицина. Подожди, секундочку. Николай Викторович, секундочку. Мне время, вы просто перебиваете меня. Нет, Николай Викторович, давайте по его повестке работать. Я здесь не диктивный работник. Скажите, с вами не вмешивайся. Ты выступаешь, что ли? Что ты тут орбитом выступаешь? Нам, Сергей Викторович, служиваешь, что ли? Мы контролируем ситуацию под заболеваемостью и смертность населения. Отсутствие своей времени качественного оказания медицинской помощи, что привело к массовому нарушению прав и свобод граждан, проживающих в республике. Это подтверждено проверкой прокуратуры республики. Предложение. В связи с этим поступило предложение от наших коллег, которые во фракции «Единая Россия». Сегодня эту повестку дня не вносить, оставить ее на последующем. По каким причинам они потом объясняют, но на следующую очередную сессию нашего парламента внести. Вот мое сообщение. Спасибо за внимание. Спасибо. Я, уважаемые коллеги, предупреждаю, мы формируем повестку дня. Значит, вы выступили, я думал, вы вносите предложение по повестке дня, а вы выступили с заявлением, которое не соответствует регламенту. Я вас предупреждаю, Николай Ильинич, что в случае дальнейшего нарушения, значит, я вынужден вам сделать замечание второе. Значит, давайте соблюдать порядок. Мы же не с улицы здесь, мы под государственными флагами сидим. Вот они, государственные флаги. Это символы государственности российской. И, пожалуйста, кто любит власть и кто не любит власть, все должны соблюдать закон. А закон говорит о том, что формируется повестка дня по предложенной повестке. Есть замечание? Нет замечаний. Есть предложение о повестке дня принят в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. У меня есть еще предложение по повестке. Значит, уже голосуем. Причем тут голосуем. Я слушал, пока вы заканчиваете. Дайте мне слово. Я хочу внести вопрос в повестку дня. Дайте мне три минуты. Мне нужно вообще две минуты. Не больше. Коротко. Ладно, давай. Поэтому насчет флагов, конечно, у вас что-то новое прозвучало. Значит, я предлагаю внести поправку в закон о народном хурале от 22 сентября 1994 года. Суть ее заключается в следующем. У нас руководство народного хурала, должность председателя парламента и заместителей утверждается лица в должности большинством голосов. Но маленькая, но очень весомая хитрость освобождается двумя третями от количества депутатов, зарегистрированных после выборов. Значит, поэтому вот Казачко сделал себе такую лазейку, бронь, которая защищает его. И фактически у нас получается председатель удерживается на своем месте всего одной третью, плюс один голос. Что такое, по сути? Чтобы набрать две трети, это один вопрос, а набрать большинство, это другой вопрос. Поэтому он обезопасился. И одна треть, поддерживающая председателя, это, конечно, нонсенс. Пример приведу. У нас председатель Государственной Думы освобождается большинством голосов. Председатель Совета Федерации освобождается большинством голосов. Почти в 70 субъектах Российской Федерации все председатели Думы освобождаются большинством голосов. Поэтому я считаю, что у нас сегодня назрели такие условия, при которых мы должны внести поправку о том, что заместители председателя парламента и председатель парламента должны освобождаться большинством голосов. Вот такая маленькая поправочка. Соответствующие заявления я сделал, все как положено. Проект постановления, пояснительную записку и так далее. Уважаемые коллеги, я прошу внести этот вопрос в повестку дня. Уважаемые коллеги, проекта постановления нет, пояснительной записки нет. Значит, это должно сделать минимум за сутки. Значит, и... В регламенте нет такого, никаких суток нет. Уважаемые коллеги, Намсыр Викторович озвучил свое предложение. Давайте проголосуем. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы поддержать предложение Намсыра Викторовича о внесении изменений? Только он ошибся, не в закон, а в повестку дня. Да, в повестку дня. Прошу определить свое отношение к предложению Намсыра Викторовича. Пожалуйста, включен режим голосования. Идет режим голосования. Намсыр Викторович. Понятно, большинство не достигнуто. Уважаемые коллеги, это вот поддержка вас. Ничего, все еще впереди. Все, вчера я был один, сегодня нас шесть. Ну, это одно и то же уже шестой раз. После завтра будет четырнадцать. Да, да, да. Уважаемые коллеги, спасибо, спасибо. Кто за то, чтобы повестку дня утвердить в целом, прошу проголосовать. За повестку в целом. Решение принято. Уважаемые коллеги, работает все. Мы продолжаем нашу работу. И слушается первый вопрос повестки дня. Прошу конструктивно работать, максимально конструктивно. У меня ретлика по поводу повестки дня. Значит, нет ретлики. Мы утвердили повестку дня. Ретлика по поводу повестки дня. Я вас предупреждаю, я вам слова не давал. Мы продолжаем работу. На самом деле, Анатолий Вольфович, вы неоднократно нарушаете регламент и при этом затыкаете рот депутатов. Нам дано три минуты. По его ведомо рассматривается вопрос проект постановления Народного Курала Парламента Республики о назначении Бадмаева Санала Владимировича на должность Мирового Судей судебного участка номер 2 Приютинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Вносится главой. Пожалуйста, доклад Араш Алексеевич Манжиев, представитель Народного Курала. Алексеевич, у нас данные по нашим... Вы присаживайтесь, Санава Вольфович. У нас данные есть. Постарайтесь покороче нам докладывать. Все депутаты ознакомлены перед сессией и заседаниями комитета. Пожалуйста. Менедусы, варсием. Здравствуйте. Уважаемый Батвич Сергеевич, уважаемый Анатолий Вольфович, уважаемый депутат Народного Курала. В соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения деятельств мировых судей Республики Калмыкия, глава Республики Калмыкия вносит на рассмотрение очередной сессии Народного Курала Парламента Республики Калмыкия кандидатуру Бадмаева Санала Владимировича к назначению на должность мирового судей судебного участка номер 2 Приютинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Бадмаев Санал Владимирович, 1981 года рождения, мировой судья судебного участка номер 2 приютницкого судебного района Республики Калмыкия. Образование высший юридический стаж работы по юридической специальности 16 лет 9 месяцев, в том числе должности судей 7 лет 6 месяцев, судья 7 квалификационного класса. Трудовой деятель начал в июле 2003 года в качестве консультанта Молодербетского районного суда Республики Калмыкия. С марта 2004 года работал должность помощника суди Целиного района Республики Калмыкия. С января по сентябрь 2019 года замещал должность помощника суди Верховного суда Республики Калмыкия. Постановление Народного хорала Парламента Республики Калмыкия от 18 сентября 2012 года назначено должность мировой суди на 3-летний срок полномочий. Постановление Народного хорала Парламента Республики Калмыкия 25 сентября 2015 года назначено должность мировой суди судебного участка номер 2 приютницкого судебного района на 5-летний срок полномочий. За период работы с января 2015 по апрель 2020 мировым судебным рассмотрено 2080 уголовных дел, 5284 гражданских дела, 3551 административных дел и 3325 дел об административных правонарушениях. Качество судебных решений составило по уголовным делам 96,7%, по гражданским 99,9%, по административным 100% и по делам административных правонарушений 99,4%. В заключении квалификационной коллегии судей Республики Калмыка до 4 июля 2020 года по результатам открытого конкурса Бадмайя Саналов Владимирович рекомендовал к назначению на замещение должности мирового судей судебного участка номер 2 приютного судебного района Республики Калмыка на 5-летний срок полномочий. В соответствии с изложенными руководствами с пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыка о порядке назначения действий мирового судей Республики Калмыка прошу Народного хура в парламент Республики Калмыка одобрить кандидатуру Бадмайя Саналов Владимировича на должность мирового судебного участка номер 2 приютного судебного района Республики Калмыка на 5-летний срок полномочий. Уважаемые коллеги, Караш Алексеевич, есть вопросы? Нету? Присаживайтесь. Пожалуйста, Астана Владимирович, к вам. Коллеги, вчера, можете посмотреть, кто вчера не был в начале комитета. Значит, он был у меня, мы тоже беседовали с учетом всех тех документов регламентных, которые подготовили заседание комитета. Поэтому, если вопросов нет, Михаил Николаевич, представитель комитета по законодательству. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Решение комитета. Рекомендовать в сессии Народного хурала в парламенте Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Бадмайя Саналова Владимировича на должность мирового судебного участка номер 2 приютного судебного района Республики Калмыкия на 5-летний срок полномочий. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Возникли противоречия? Если нет, то прошу определиться по проекту постановления, который у вас на руках. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Саналович, мы вас поздравляем от всего депутатского корпуса с назначением. Вы действительно показали положительный опыт работы. На базе ваших решений учатся многие судьи. Это тоже нам приятно. И то, что вы именно, мы вас утверждали, готовили. Значит, ну и хотелось, чтобы отправляли вы правосудие в соответствии с законом максимально. Значит, удачи вам, успехов от всех. Мы готовы подписать постановление после принятия соответствующего достижения. И удачи вам в работе. На следующий срок полномочий. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Саналович, спасибо. Саналович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Саналович, уважаемые коллеги. Судьи Республики Калмыкия 24 июня 2020 года по результатам открытого конкурса Республики Калмыкия Даваева Барта Константиновна рекомендовано к назначению на замещение должности мирового судей судебного участка номер 5 Элистинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. В соответствии с должным июня 2020 года по порядке назначения деятельности мирового судей Республики Калмыкия Нет. Вопрос на комитете рассматривался. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Решение комитета единогласно рекомендовать в сессии Народного хорала Парламента Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Даваева Барты Константиновны на должность мирового судей судебного участка номер 5 Элистинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Спасибо. Решение комитета озвучено. Уважаемые коллеги, возникли вопросы? Нет. Есть постановление на руках. Прошу определиться с голосованием. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо. Берда Костенинна. Нам приятно вас в очередной раз поздравить. Депутатский корпус знает вашу напряженную работу в листе. Очень вы многое сделали. Поэтому и коллеги, и судьи, и мы с уважением принимаем такое постановление. Бату Сергеевич, пожалуйста. Анатолий Васильевич, буквально пару слов. Я предлагаю все-таки аплодисментами, поддерживаю коллег. Ну, нет возражений. Они того заслужили. Принято. Уважаемые коллеги, ну, кто понимает, работа судьи очень напряженная. Каждый день люди, судьбы. Поэтому ошибиться не хочется, поддаться эмоциям не хочется. Да, поэтому, уважаемые коллеги, прошу не перебивать меня. Уважаемые коллеги в РД Константиновне, пожелаем добра, удачи в исполнении своих полномочий, отправлять правосудие в соответствии с законом. Спасибо. До встречи. До встречи. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос проекта постановления Народного хурала Парламента Республики о назначении Сабитовой Светланы Николаевны на должность мирового суди судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Вносится главой, доносит, докладывает заместитель руководителя администрации главы представителя Народного хурала Араша Алексеевич Можиев. Пожалуйста, Светлана Николаевна, можно пока присесть. Глава Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения деятельств Мировой суди Республики Калмыкия вносит на рассмотрение очередной сессии Народного хурала Парламента Республики Калмыкия кандидатуру Сабитовой Светланы Николаевны к назначению на должность мирового суди судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Сабитова Светлана Николаевна на 1975 года рождения, мировой судья судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия, образование высшее юридическое, стаж работы по юридической специальности 19 лет 8 месяцев, должность мирового судей 7 лет 7 месяцев, судья 7-го квалификационного класса. Постановление Народного хурала от 18 сентября 2012 года назначено на должность Мирового судей Юстинского судебного участка Республики Калныки на 3-летний срок полномочий. Постановление Народного хурала от 25 сентября 2015 года назначено на должность Мирового судей судебного участка Юстинского судебного района на 5-летний срок полномочий. В заключении у квалификационной коллегии судей Республики Калмыкия 24 июля 2020 года по результатам открытого конкурса Республики Калмыкия Сабитова Светлана Николаевна рекомендовано к назначению на должность мирового судей судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. В соответствии с изложенными руководствами с пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения деятельности мирового судей Республики Калмыкия прошу Народный хурал Парламента Республики Калмыкия одобрить кандидатуру Сабитова Светланы Николаевны на должность мирового судей судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. К Манжиеву есть вопросы? Нет вопросов? Давайте Светлане Николаевне. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Вот Светлана Николаевна мы уже встречались в 2012 году. Пожалуйста, если вопросов нет у депутатов и приглашенных, представитель комитета, пожалуйста, рассматривался вопрос там. Решение комитета. Рекомендовать сессию Народного хурала Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Сабитовой Светланы Николаевны на должность мирового судей судебного участка Юстинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Спасибо. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если не возникло противоречий, прошу подготовиться к голосованию. Проект у вас на руках. Идет голосование? Прошу всех активно участвовать. Единогласно. Светлана Николаевна, спасибо. Вернее, уважаемые коллеги, спасибо, что мы поддержали Светлану Николаевну. Светлана Николаевна работает в непростом районе, в Юстинском районе. Много там всяких проблем, экологических, других. И в этой связи много и заявлений, и жалоб жителей. Она справляется. Справляется успешно, нам это приятно. Поэтому, Светлана Николаевна, дай Бог вам успешной работы в следующем периоде. Удачи вам, успехов. Мы, в крайнем случае, все депутаты вам этого желаем. Спасибо. До встречи. Рассматривается вопрос проект постановления Народного курала Парламента Республики Калмыкия о назначении Ургадулова Саналова Владимировича на должность мирового суди судебного участка Яшалкинска судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Вносится главой, докладчик, заместитель главы Республики Народного курала Пожалуйста, Араш Алексеевич, вам слово. Вы, пожалуйста, присаживайтесь. Глава Республики Калмыкия в соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения дельцем мирового судя Республики Калмыкия вносит на рассмотрение очередной сессии Народного курала Парламента Республики Калмыкия кандидатуру Ургардулова Саналова Владимировича на должность мирового суди судебного участка Яшалкинска судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Ургардулова Саналова Владимировича, 1977 года рождения, мировой судья судебного участка Яшалкинска судебного района Республики Калмыкия, образование высший юридический стаж работы по юридической специальности 16 лет 6 месяцев, в том числе должность мирового суди 2 года 10 месяцев, судья 9 коллекционного класса. Постановление Народного курала 21 сентября 2017 года назначено должность мирового суди судебного участка Яшалкинска судебного района на трехлетний срок полномочий. Учитывая положительные рекомендации Коффлекционной коллегии судей Республики Калмыкия от 24 июля 2020 года, руководствуясь пунктом 2 статьи 2 закона Республики Калмыкия о порядке назначения деятельств мирового судей Республики Калмыкия, прошу Народного курала Парламента Республики Калмыкия поддержать решение одобрить кандидатуру Ургардулова Санала Владимировича для назначения на должность мирового судей судебного участка Яшалкинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Спасибо. Уважаемые коллеги, к Манжиеву Арашу Алексеевичу есть вопросы? Нет. Пожалуйста, Санал Владимирович. Санал Владимирович, пожалуйста, вот он перед вами. Депутаты, кто работал на комитете, видели, другие посмотрите. Уважаемые приглашенные, есть вопросы? Если нет вопросов, прошу определиться по проекту постановления. А, прошу прощения. Вопрос рассматривался на заседании комитета. Михаил Николаевич, пожалуйста. Решение комитета рекомендовать в сессии Народного курала Парламента Республики Калмыкия рассмотреть и утвердить кандидатуру Ургардулова Санала Владимировича на должность мирового судей судебного участка Яшалкинского судебного района Республики Калмыкия на пятилетний срок полномочий. Спасибо. Решение комитета озвучено. Понятно. Возникли противоречия? Не возникли. Поэтому прошу определиться по проекту постановления, который у вас на руках. Прошу голосовать всех. Так или иначе. Внимательно прошу голосование относиться. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Санал Владимирович, вы относительно, будем говорить, как судья молодой, но отзывы населения о вас очень хорошие, что вы стараетесь действовать по букве закона максимально. Поэтому, уважаемые друзья, мы с удовольствием, наверное, поздравим Санал Владимирович с назначением и пожелаем его отправлять в правосудие так же успешно, как он делал до этого времени. А может, еще и качественнее. Поэтому, Санал Владимирович, удачи вам в этой нелегкой работе. Успехов. Мы вас поздравляем. Спасибо, вы свободны. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Далее рассматривается проект закона Республики Калмыкия о межбюджетных отношениях в Республике Калмыкия. Вносится правительством Республики. Определено, что докладывать будет заместитель министра финансов Республики Аджаева Маргарита Александровна. Маргарита Александровна, пожалуйста, к трибуне. Докладывайте, значит, вам для информации до 10 минут. Затем мы задаем вопросы. Выступление и принимаем соответствующее постановление. Пожалуйста, Маргарита Александровна. Добрый день, уважаемый Батюль Сергеевич, Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные. Проект закона Республики Калмыкия о межбюджетных отношениях разработан в целях приведения к соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ 307 ФСД, о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в целях совершенствования межбюджетных отношений, а также изменения методики расчета дотации на выравнение бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс, исключается положение о региональных районных фондах финансовой поддержки муниципальных образований. Указанные фонды не являются непосредственно фондами денежных средств, у них отсутствует собственная экономическая база, указанные фонды являются одним из видов бюджетных ассигнований. Проектам предлагается также установить в случае изменения и перераспределения утвержденных объемов субсидий между муниципальными образованиями Республики без внесения изменений в закон о республиканском бюджете. Так, актами правительства Республики Калмыкия могут вноситься изменения в распределении объемов субсидий между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о республиканском бюджете в случае изменения утвержденных объемов субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета местным бюджетом и перераспределения утвержденных объемов субсидий между муниципальными образованиями. Проектам предлагается внести изменения методику распределения дотации на выравнение бюджетной обеспеченности муниципальных районов городского округа из республиканского бюджета. Дотации на выравнение бюджетной обеспеченности предусматриваются в составе республиканского бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов городского округа. Общий объем дотаций определяется, исходя из-за необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района городского округа. Проектам предлагается распределение дотации на выравнение осуществлять в два этапа в целях сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. На первом этапе распределение осуществляется между муниципальными образованиями, уровень бюджетной обеспеченности которых ниже среднего уровня бюджетной обеспеченности среди муниципальных образований, устанавливается равным 90%. На втором этапе распределение осуществляется между муниципальными образованиями, уровень бюджетной обеспеченности которых ниже критерия выравнивания. Этот критерий выравнивания ежегодно устанавливается в закон об республиканском бюджете. На 2020 год он составляет 1,1. По предварительным расчетным данным, величина разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными муниципальными районами и 5 наименее обеспеченными муниципальными районами после выравнивания, согласно данной методике, сократится на 0,035. То есть по действующей методике составляет 1,055, по новой методике 1,020. В соответствии с действующей методикой распределения дотаций на выравнение бюджетной обеспеченности муниципальных районов городского округа, при расчете индекса бюджетных расходов учитывается структура расходов и факторы, влияющие на стоимость бюджетных услуг по каждой отрасли. Законопроектом учтены предложения органов местного самоуправления по внесению изменений в законно-межебюджетных отношениях. Так, показатель дети в возрасте 7-16 лет заменен на показатель учащейся в общеобразовательных организациях, так как численность детей в возрасте 6 и 17 лет выпадала из численности потребителей муниципальных услуг по расходам на содержание общеобразовательных учреждений. Показатель коэффициент административно-территориальной нагрузки предлагается применять при расчете всех вопросов местного значения. Это по предложениям органов местного самоуправления. Этот показатель характеризует количество сельских и городских поселений, входящих в состав муниципального района и, соответственно, влияет на удорожание стоимости доставления услуг. В части определения налогового потенциала муниципальных районов городского округа предлагается взамен единого налога на умененный доход для отдельных видов деятельности применять налог, взываемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения УСЭН и налог, взываемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в связи с тем, что с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на умененный доход для отдельных видов деятельности отменяется федеральным законом 97 ФЗ. И налогоплательщикам необходимо будет выбрать один из двух вариантов налогообложения. Также в законопроект включены положения о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственным полномочиям по расчету и предоставлению дотации на выравнение бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, в связи с чем предлагается признать утратившим силу закон, который сейчас действует от 18 ноября 2009 года о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов госполномочиям по выравнению бюджетной обеспеченности. Вышеуказанные изменения направлены на проведение в соответствии с действующим законодательством, а также на улучшение финансовой обеспеченности муниципальных образований. Уважаемые депутаты, прошу рассмотреть представленный законопроект и принять решение по нему. Спасибо, Маргарита Александровна. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, к Маргарите Александровне. На комитете, конечно, мы сейчас к комитету дойдем. Может быть, у депутатов есть какие-то вопросы? Наталья Сергеевна, пожалуйста. Этот вопрос мы вчера рассматривали на комитете. Были вопросы уточняющего характера. Я так поняла, что все это вносится в связи с изменением в бюджетный кодекс Российской Федерации. Но у меня такой вопрос. Вы только что сказали, что с 1 января 2021 года у нас те предприниматели, которые сегодня на НВД, должны выбрать новую форму организационную. Либо перейдут на ОЦН, либо патентная система. Вы, наверное, уже просчитывали, да? Как это отразится на доходах муниципалитетов? Понятно вам, да? Понятно, да. Спасибо, пожалуйста. В какую сторону? Плюс, минус, на сколько? Сколько процентов? Если в целом, вот и НВД, допустим, порядка 81 миллиона поступает ежегодно. Он идет в бюджет районных муниципальных образований. Соответственно, налогоплательщики должны будут выбрать режим налогоблажения в виде ОЦН. ОЦН на данный момент он идет 50 на 50. То есть 50% идет в бюджет муниципального района, 50% идет в бюджет республики. Или патент. Патент он идет полностью в бюджет муниципального района. То есть пока в такие седины. Могут потерять, да? Если они патент, они, получается, не потеряют. А ОЦН? А ОЦН часть пойдет к нам, но в связи с этим мы проект бюджета на 2021 год закладываем дополнительную финансовую помощь в виде дотации на сбалансированность. В связи с тем, что у НВД у нас отменяется. Именно за счет поступления налога по ОЦН, вот этой части 50% в республиканский бюджет? Да. Правила игры меняются, но сумма, конечно, не... Районы надо поддержать. Да, мы понимаем, сегодня они разные по условиям, тем более в этом году, в непростых условиях. Значит, поэтому вот те коэффициенты, которые предлагаются при расчетах и дотационных, и субсидиационных, они совершенно помогут районам. Помогут. Еще вопросы, пожалуйста. Нет больше вопросов. Уважаемые коллеги, вот вы знаете, насколько вы отработали с каждым районом, вот меня интересует. Вот мы тут вроде крутимся вокруг, кто кого ругает, кто кого там собирается отстранять, а вот как районы воспринимают, как вы отработали вот эти все вопросы? Предварительно проект закона, конечно, был направлен во все районы муниципального образования. Мы получили положительные заключения. Ряды района представили свои предложения, и эти предложения были учтены в методике. Я о чем? Почему вопрос идет хорошо? Вот Наталья Сергеевна сказала на комитете, рассматриваю, и на комитете шел хорошо. Это вопрос, потому что он предварительно отработан с теми, кто видит, что он теряет и что находит. В той сумме, в которой мы располагаем с учетом новой методы. Если больше нет вопросов, желающие выступить есть? Нету. Пожалуйста, решение комитета. Комитет Народного права парламента Республики Калмыкия по безвесту экономической политики и предпринимательской собственности, осмотрев проект закона Республики Калмыкия, он между безвестных отношений в Республике Калмыкия, решил рекомендовать Народного права парламента Республики Калмыкия принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, возникли вопросы, противоречия. Если нет, проект у вас на руках, прошу определиться с голосованием, идет голосование, режим включен. Прошу всех, единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги, Маргарита Александровна, вам тоже спасибо. Дай бог реализовать новопринятый закон правильно. Мы продолжаем нашу работу, рассматривается проект, но я вас прошу оставаться, потому что Мельфин он всегда нужен. По любому вопросу возникают вопросы. Извините за тавтологию, но вот так, да. По многим, в крайнем случае. Так, пожалуйста, рассматривается следующий вопрос в повестке дня. Вопрос номер 6. Проект закона Республики. Об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров Республики Калмыкия на 2021 год относится к правительствам, поручена доложитель Зятееве Марине Петровне, министру социального развития, труда и занятости. Марина Петровна, пожалуйста, в рамках до 10 минут. Добрый день, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты. Правительством Республики Калмыкия на ваше рассмотрение внесен проект закона Республики Калмыкия об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Калмыкия на 2021 год. Напомню, что в Республике, как и в других субъектах Российской Федерации, в целях реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона 24 октября 1997 года номер 134 ФСЗ о прожиточном минимуме в Российской Федерации с 2010 года ежегодно устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии. Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и иные меры социальной поддержки, которые установлены законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении. Согласно информации Государственного учреждения отделения пенсионного фонда по Республике Калмыкия, по состоянию на 1 сентября текущего года федеральная социальная доплата к пенсии установлена 9334 неработающим пенсионерам, средний размер доплаты составляет 1611 рублей. Согласно пункту 404 Федерального закона о прожиточном минимуме в целях установления социальной доплаты к пенсии, порядок исчисления установлен правилами определения величины прожиточного минимума, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2019 года номер 975. Правилами установлено, что при расчете учитывается величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте за первый и второй квартал текущего года, также величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за этот же период и величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на очередной финансовый год, которая соответствует прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. Таким образом, величина прожиточного минимума пенсионера в Республике утверждена постановлениями правительства Калмыкии за первый квартал в объеме 7 972 рубля, за второй квартал текущего года 8 472 рубля. Соответственно, величина прожиточного минимума пенсионеров Российской Федерации устанавливается приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. За первый квартал сложилась сумма 8 944, за второй 9 422 рубля. Согласно методике, учитывается размер величины прожиточного минимума пенсионера, как я уже сказала, на 2021 год. Его размер, согласно прогнозу социально-экономического развития, составит 10 022 рубля в 2021 году. И величина прожиточного минимума пенсионера в республике определяется соотношением суммы по республике к сумме за первый и второй квартал по Российской Федерации и на размер ПМ пенсионера на 2021 год. Таким образом, по расчету, размер величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год вкладывается 8 973 рубля, что и предлагается утвердить законопроектом. По предварительным расчетам отделения пенсионного фонда, при установлении размеров в том объеме, который предлагается, прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии с 1 января 2021 года составит 10 626 человек, средний размер доплаты 1711. Но из практики, из анализа, ежегодно количество получателей в ССД меньше, чем то, которое планируется при прогнозном определении. Также прогнозное значение величины прожиточного минимума в размере 8 973 рубля ниже величины, которая предусмотрена прогнозом СЭР по Российской Федерации. Соответственно, весь объем выплат, социальных доплат к пенсии пенсионерам будет обеспечиваться за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета не потребует. Законопроект согласован со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, в том числе с Росстатом Республики, и прошел полностью согласование и антикоррупционную экспертизу. С учетом вложенного, Наталья Васильевич, по проекту «Всё» просим депутатов поддержать представленный законопроект. У меня Алексеевне есть вопросы? Нет. Пожалуйста, Наталья Сергеевна. На удивление, почему-то только я задаю вопросы. Первый вопрос у меня в качестве подготовки данного законопроекта. Вот мы, депутаты, получили два законопроекта. Первый датируется 28 сентября, второй уже октябрем. И в этих двух законопроектах две разные цифры. В первом законопроекте было 8517 прожиточный момент пенсионеров Республики Калмыкия, во втором – 8973. То есть вырос там на определенную сумму. У меня вопрос в качестве подготовки законопроекта. Вы ссылаетесь на формулу. Вот ровно год назад мы рассматривали такой же вопрос о прожиточном минимуме пенсионеров Республики Калмыкия на 2020 год. У меня были вопросы. Я просила вас дать мне всю методику расчёта. Ничего не получила. Год прошёл. Сейчас в пояснительной записке приводятся простенькие формулы. Формулы действительно простые. Здесь три действия. Как могли ошибиться в трёх арифметических действиях? Это первый вопрос. Это говорит о качестве подготовки законопроекта. У нас готовило министерство и ошибается в трёх арифметических действиях. Плюс-плюс и разделить. Вот я как математик, кандидат физико-математических наук вообще не понимаю, а за что мы платим зарплату целому министерству. Они год работают над этим законопроектом. Второе. У нас постоянно занижены прожиточный минимум пенсионера. И вот этот вопрос мне непонятен. Вот получается, что при подготовке этого законопроекта вы нацелены на то, чтобы сэкономить деньги Пенсионного фонда Российской Федерации. Я так понимаю. Но никак не заботитесь об уровне жизни наших пенсионеров. Что получается? Если пенсионер... Вот в пояснительной записке всё аккуратно расписано. Значит, пенсионеру устанавливается в федеральной социальной доплатах пенсии в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации. Финансовое обеспечение расходов на выплату федеральных социальных доплат пенсии осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации. Вот я ровно год назад поднимала этот вопрос. Ничего не было сделано. Почему нам каждый раз не принимать заниженный прожиточный минимум пенсионера, поднять его, поработать со статистикой? Потому что вот нашей статистике мало кто верит Республике Калмыкия. Нужно реальные цифры брать. Вы просто работаете как бы... Вот вы Министерство социальной защиты, а работаете против тех, кого вы защищаете. Два вопроса. Таким образом, да. Почему у нас всегда такой низкий прожиточный минимум пенсионеров? И почему было представлено два законопроекта с такой ошибкой? С 300 с чем-то рублей? Ну это очень интересно. Да, спасибо Наталья Сергеевна за вопросы. Значит, первый законопроект был представлен на рассмотрение депутатам 28 сентября, как вы уже отметили. 29 сентября Министерством экономического развития Российской Федерации был уточнен прогноз социально-экономического развития на 2021 год и плановый период. И, соответственно, плановое значение величины прожиточного минимума пенсионера увеличилось с 9544 рублей до 10222 рублей. Соответственно, в этой простенькой формуле поменялась одна цифра, которая дала прирост в размере 400 с лишним рублей. Это то, что касается первого вопроса. Значит, то, что касается второго вопроса... Да, еще один вопрос. В этой простенькой формуле, если вы посмотрите внимательно, ни одна цифра не поменялась. Нет, 10 тысяч 22 рубля. До этого был показатель. В любом случае, наш прожиточный минимум не достигает... Наталья Сергеевна, это вторая часть вопроса вашего. Наталья Сергеевна, я спрошу вас. Вот она отвечает потом. Ну, хурал – это площадка для обсуждения законопроектов. В определенном порядке. Для обсуждения. Да, да, обсуждать, ну, разрешение. Ну, чего мы все... Наталья Сергеевна, по первой части вопроса понятно, да, что 29 сентября мэр поменял прогноз, уточнил, вернее, не поменял, это уточнение, которое производится в установленном порядке. Соответственно, с уточнением этого показателя мы уточнили расчет величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год. Второй вопрос, что касается... Завите цифру, чтобы все понимали, какой... 10 тысяч 22 рубля – это то, что сейчас предусмотрено, да, по Российской Федерации. А у нас... Прогноз ПМа пенсионера на 2021 год. Мы с вами сегодня утверждаем 8 тысяч 973 рубля. Теперь, что касается непосредственно расчета. То есть расчет установлен постановлением правительства Российской Федерации 975-м и, соответственно, рассчитывается по той формуле, о которой вы говорите, это сумма величины, фактической величины прожиточного минимума за первый и второй квартал по субъекту. Отношение к уже утвержденным значениям первого прожиточного минимума пенсионера за первый и второй квартал по Российской Федерации и умноженное на прогнозное значение величины ПМа на 2021 год. Каким образом утверждается величина прожиточного минимума фактическая? Она утверждается ежеквартально по основным социально-демографическим группам населения. Расчет производится на основе потребительской корзины, состав которой утвержден законом Республики Калмыкия, который разработан в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными на федеральном уровне, и стоимостью тех продуктов, которые включены в потребительскую корзину. Да, безусловно, по факту прожиточный минимум пенсионера в Республике, так же как и прожиточный минимум в целом по Российской Федерации, он складывается немного ниже. Вот если говорить в среднем за 2019 год, у нас по факту прожиточный минимум пенсионера составил 7 949 рублей, при утвержденном 8081, по Российской Федерации фактическое значение составило 9002 рубля, при утвержденном 8846 рублей. То есть методика, она на самом деле обсуждается на протяжении последних трех лет. И в текущем году, как вы уже знаете, на уровне Российской Федерации принято решение об изменении методики расчета величины прожиточного минимума, и в настоящее время Министерством труда Российской Федерации соответствующий законопроект разработан, который проходит сейчас обсуждение с федеральными органами исполнительной власти, и планируется, что прожиточный минимум будет считаться не от потребительской корзины и, соответственно, изменения цен в течение года, а в процентном отношении от медианного значения среднедушевых доходов населения. То есть это методика, которая будет уже с 2021 года, поэтапное внедрение в течение пяти лет, поэтому со следующего года уже значение будет установлено на федеральном уровне и законодательством будут установлены коэффициенты по регионам. Соответственно, прогнозируется рост в целом величины прожиточного минимума как по Российской Федерации, так и сокращение дифференциации между регионами. Наталья Сергеевна, да. Я, значит, можно... Хорошо, вот в свете вашего ответа, мы знаем прекрасно о том, что ждет, да, как будет меняться расчет величины прожиточного минимума и пенсионера. У меня такой вопрос. Вот за этот год министерством проводилась ли какая-то работа, была ли создана рабочая группа по контролю за ценообразованием именно тех продуктов, которые входят в потребительскую газину? Ведь получается, вы просто берете данные статистики, ставите в формулу, это несложно, это за 5 минут можно сделать, и выводите это. Проводился ли контроль именно со стороны министерства? Наталья Сергеевна, функции министерства не входят в контрольные функции оценки ценовой политики. Этим занимается управление федеральной антимонопольной службы. Кроме этого, Росстатом Республики осуществляется постоянный мониторинг, и по тем фактическим показателям, которые мы фиксируем в текущем году, у нас, безусловно, был существенный рост цен и в первом квартале, и, соответственно, во втором квартале, поэтому в этом году прожиточный минимум пенсионера увеличился по отношению к 2019 году, и по итогам второго квартала он сложился в размере 8472 рубля. Соответственно, цены и мониторинг цен возложены на Федеральную службу государственной статистики. Это неполномочия субъекта. Спасибо. Еще вопросы, уважаемые. Пожалуйста, Александр Александрович Иванович. Здравствуйте, уважаемый Батя Сергеевич, Анатолий Васильевич, коллеги приглашенные. Мария Петровна, у меня вот такой вопрос. А каков наш прожиточный минимум по сравнению с другими регионами Юго-Руссии? Значит, если говорить о среднем значении за первое полугодие 2020 года, то по республике прожиточный минимум пенсионеров сложился в объеме 8222 рубля. Для сравнения, в республике Адыгея 7825, республика Крым 8747, Астраханская область 8816, Волгоградская область 7990, то есть в основном это вот от 7825 максимальное значение только в Краснодарском крае 9159 рублей. Что касается той величины, которую мы сейчас устанавливаем проектную на 2021 год, значит, минимальный прогноз у республики Адыгея 8138, у нас 8973, Волгоградская область 8569, ну и вот максимальное значение по Краснодарскому, опять же, краю 9487. Спасибо. Вече, пожалуйста. Уважаемый Батарий Сергеевич, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые приглашенные, уважаемые коллеги, на заседании комитета представленный проект законопроекта, был представлен законопроект, который в той же редакции сегодня представлен на заседании нашей сессии, для рассмотрения и утверждения. Коллеги, вопрос обстоятельно подготовлен и был представлен на заседании комитета, учитывая социальную значимость данного законопроекта и более того, Марина Петровна сегодня акцентировала внимание на увеличение объемов, в том числе суммы. Уважаемые коллеги, комитет единогласно, акцентировав внимание, единогласно рассмотрел и решил рекомендовать Народному хоралу, парламенту рисунки Калмыкия, принять данный законопроект. Прошу, уважаемые коллеги, поддержать. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, если нет противоречий, прошу подготовиться к голосанию, проект у вас на руках. Большинство достигнут, решение принято. Спасибо, уважаемые депутаты. Спасибо, Марина Петровна. Можете присаживаться. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается следующий вопрос, номер 7. Проект закона республики о внесении изменений в статью 18 закона республики об административных правонарушениях республик Калмыкия, вносится правительством республики, поручено доложить заместительству министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мангутовой Виктории Егоровны. Виктория Егоровна, пожалуйста. Если я ударение неправильно поставил на фамилии, я извиняюсь. Добрый день, Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты. На ваше рассмотрение вносится проект закона республики Калмыкия о внесении изменений в статью 18 закона республики Калмыкия об административных правонарушениях в республике Калмыкия. Согласно анализу происшествий, проведенному главным управлением МЧС России по республике Калмыкия, за последние пять лет на территории республики имелись случаи провала подлета граждан в местах, где установлены запрещающие щиты и знаки. В этой связи в целях повышения уровня безопасности граждан на водных объектах, расположенных на территории республики, разработан данный проект закона. Проектом закона предлагается изменить наименование статьи 18 действующей редакции закона, выезд механических транспортных средств на лед водных объектов в местах для этого не оборудованных, на выезд механических транспортных средств и выход граждан на лед водных объектов. Также предлагается дополнить статью 18 частью 2, устанавливающей для граждан, вышедших на лед водных объектах в местах, где выставлены запрещающие знаки, либо в период действия запрета, установленного нормативным правовым актом органов местного управления, наложения административного штрафа в размере от 300 до 700 рублей. Проект закона согласован с прокуратурой республики Калмыкия имени Мюнстон. Замечание не было. Уважаемые коллеги, к Виктории Егоровне есть вопросы? Нет. Тогда, уважаемые коллеги, желающие выступить? Нет. Тогда решение комитета, товарищ Мутулу, пожалуйста. Данный законопроект был подробно рассмотрен на состоянии комитета. Вся новизна этого законопроекта заключается в том, что помимо транспортных средств сюда добавляется еще выход людей, как физических лиц, и объем штрафа. Мы обменялись мнением, подробно рассмотрели, каких-либо разногласий и суждений, которые надо выносить на рассмотрение парламента, не было. Поэтому комитет рекомендует принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если нет вопросов, то проект постановления у вас на руках. Прошу определить свои отношения. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Викторе Егоровне. Мы продолжаем нашу работу. И у нас на повестке вопрос номер 8. Уважаемые коллеги, по предложению Комитета Народного Хорала Парламента Республики по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, соцзащите и спорту, было принято решение о предъявлении правительственного часа на тему о мерах борьбы с распространением коронавируса на территории Республики Калмыкия. Для доклада и отчета по вопросу депутатов на сегодняшнее заседание приглашен министр здравоохранения Кикенов Юрий Викторович. Он докладчик у нас. Ну и приглашены главные врач Роспотребнадзора по Республике Калмыкия. Ну, здесь участники члены правительства. Для того, чтобы можно было обменяться мнениями по этому очень важному социальному вопросу. Юрий Викторович, вам, пожалуйста, до 10 минут. Мы оставим больше для вопросов, ответов и постановки вопросов. Мы чувствуем, что это так и будет. Значит, ну и, пожалуйста, Юрий Викторович. Уважаемый Бату Сергеевич, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, все присутствующие. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике проведен раз организационных мероприятий. Значит, на сегодняшний день развернуто 1095 инфекционных коек, из них 287 с подачей кислорода, в том числе 48 реанимационных, которые полностью обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием. Госпитали развернуты на базе Республиканский специализационный центр специализированных видов медицинских помощей, то есть инфекционная больница, на 140 коек и также прикрепленный к нему кванториум. В Республиканской больнице имени Жемчуева 300 коек, и сейчас мы к ним прикрепили 100 коек, это Верхняя Яшковская школа-интернат. Для долечивания. Также развернуты койки дополнительные в районах, это в Яшкуле, Яшалке, Кичинерах, Садовом, Черноземерском районе, Приютницком, Кебурольском, Юстинском, Городовиковском. В рамках подготовки к сезонному заболеваемости гриппом, проработанной маркетизацией больных с признаками ОРВИ и гриппом. Дополнительно для этих целей предусматривается разворачивание 200 коек в условиях стационаров с целью недопущения скречивания потоков инфекционных больных. В республике наблюдается нестабильная ситуация по заболеванию с коронавирусной инфекцией. За 14 дней прирост составил 14% или 1184 человека от общего количества заболевших, госпитализированных на сегодняшний день 792, в тяжелом состоянии 21 человек, наявил 17, выздоровавших 4934 человека. В ходе эпидрасследования установлено, что основная причина роста заболевания это нарушение респираторного этикета, пренебрежение средств имидуальной защиты, а также проведение семейных мероприятий. То есть вот эти вот причины на сегодняшний день выходят на первый план. С момента регистрации Республики Калмыкия у нас подтвержденных 90 летальных исходов, процент смертности, летальность по субъекту составляет 1,0, по России в целом 1,7. У всех больных имели место сопутствующие заболевания, которые погибли. Это сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. С целью обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией лекарственным препаратом для системного использования потребность составляет до конца 2020 года расчетная из тех темпов прироста, которые мы сейчас имеем, примерно 244 миллиона рублей. Это то, что необходимо. Расчетная потребность на одного больного в средней и легкой степени тяжести в среднем составляет от 45 до 60 тысяч рублей лечения, тяжелой степени больных 176 тысяч рублей. Для обеспечения медицинских работников нам также требуются еще дополнительно медицинские маски, респираторы, то есть средства индивидуальной защиты. Расчет потребности произведен на 3817 медицинских работников, которые на сегодняшний день будут продолжены привлекаться к показаниям медицинской помощи. Имеется запас средств индивидуальной защиты, 34 тысячи комбинезонов противочумных костюмов, 33 тысячи респираторов, 470 тысячи парадноразовых перчаток, 323 тысячи одноразовых масок, 6 тысячи запасов защитных очков. Из всего этого создан резерв средств индивидуальной защиты для защиты персонала. В настоящее время в республике функционирует ряд лабораторий, которые проводят исследования на ПЦР. В сегодняшний день уже мы достигли 900 исследований в сутки. Далее мы будем с понедельника примерно 1000 исследований в сутки, и мы сможем уже выйти на рубеж, когда мы будем выдавать результаты день в день. На сегодняшний день функционирует лаборатория Центра ФБУ гиен-эпидемиологии в Республике Палмыкия, также противочумные станции, Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи для ВИЧ-лаборатории. По поручению главы из средств Республиканского бюджета были выделены средства и закуплены еще две ПЦР-лаборатории, которые установлены в Республиканской больнице Нижемчуева и в Республиканском детском медицинском центре. На сегодняшний день они дополнительно нам дают примерно 360 исследований в сутки. Причем плюс этих лабораторий в том, что мы их используем также при госпитализации пациентов, которые вне профильные неинфекционные отделения, то есть эти аппараты дают возможность провести исследования в очень короткие сроки. Из республиканского бюджета было выделено нам доведено лимитов 597 миллионов рублей, из федерального бюджета 470 миллионов рублей. На сегодняшний день эти средства затрачены на выплату заработной платы начисления 625 миллионов, приобретение основных средств 430 миллионов, оплату транспортных расходов услуг аренды, оказание по содержанию имущества 11 миллионов рублей. Ну, в принципе, основные моменты, которые бы я хотел озвучить по коронавирусной инфекции. Пожалуйста, жду вопросов. У меня самый первый вопрос. Мы основательно ведомство, ваше ведомство, с которым вы работаете, Роспортимпезол, управляем ситуацией, видим проблемы, реагируем? Ситуация, безусловно, крайне сложная. Она непростая, но она непростая не только в Калмыкии, она непростая и в России, и во всем мире. Она, ситуация нестандартная, коронавирусная инфекция набирает обороты, я не думаю, что снижение ее будет в ближайшее время. То есть мы можем готовиться и к третьей волне, сейчас и к вторая волна, и к третьей, и к четвертой, и к последующим. Пока не будет привито население всего мира, хотя бы 60%, и не создана эпидемиологическая прослойка, коронавирусная инфекция, та инфекция, в которой реально мир будет жить долгое время и очень сложно. Причем при случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией, а я здесь вижу, там некоторые депутаты позволяют все сидеть без маски, ну, знаете ли, при повторном заражении летальность уже сейчас доказана более чем в 6 раз, чем при первичном. Поэтому ситуация сложная, ситуация грозная, опять-таки повторюсь, она неизолированная ситуация Республики Калмыкии, весь мир борется с этим, надеемся все на настоящую рабочую вакцину, и тогда все будет проще. Но в ближайший год мы должны понимать, что это проблема номер один во всем мире. Уважаемые коллеги, мы как поступим, вот давайте посоветуем всем. Давайте вот пока министр здесь работаем с ним, если почувствуем, что нужен нам будет Сан-Жи Николаевич, Сан-Жи Николаевич, мы попробуем, чтобы он нас несколько минут проинформировал тоже, и тоже зададим вопросы. Поэтому, Арслан Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. Юрий Викторович, вот мы относительно недавно были с моим коллегой, Буганом Борисовичем, с инспекцией в лечебных учреждениях, которые борются с ковидом, задавали врачам, наверное, такие самые интересующие вопросы наших земляков, это работа компьютерной томографии, лекарственное обеспечение, работа неотложки, работа филиала на 6-м микрорайоне и проблемы с анализами. Я вот согласен, то, что улучшилось в вопросе лекарственного обеспечения, поступают сигналы с министровского учреждения, что начали давать лекарства, пропала очередь на компьютерную томографию, но вот со средств массовой информации, мы видим, что в филиале городской поликлиники на 6-м микрорайоне, которая вами была отсоединена на борьбу именно с ОРВИ и гриппом, опять очереди, хотя нам заверяли, что там разработали систему электронных талонов и, получается, больные должны были по идее приходить, взять талон, время, номер, соответственно, уезжать домой и сдать в комфорте свои очереди. Но сигналы поступают, то, что опять то же самое, опять очереди на метров 100 до того, на эти виражи, вот такая ситуация. И по поводу, вот вы сейчас сказали, по поводу то, что мы выйдем на платоре, не знаю, как с анализами, когда мы будем отдавать, там, день-день, вы вообще сказали, тысячи тысячи тысячи, вот тоже опять поступают сигналы, то, что снова ситуация с забором анализов и с результатами, опять она, ну, лучше, нет такого, как раньше, там, по две недели, вообще мы могли там забыть, но ситуация все равно острая. И по поводу, вот, по поводу, если я не ошибся, вы озвучили, что за 14 дней произошло тысяча четыреста человек больных, и просто вот тоже, да, вот, когда вы с Буламбарисом были, нам сказали, то, что 280 мест на базе, на базе КГУ, 120 мест на базе Республиканской больницы и 100 мест на базе Вишняковской школы-интерната. просто, арифметически этого хватает, не хватает, ну, такие вопросы. Хорошо, вам понятны вопросы? Давайте лаконично задаем, лаконично отвечаем, все хотят задать вопросы. На сегодняшний момент у нас развернуто 1095 коек, занято 790 коек, то есть у нас резервный фонд коечного фонда имеется, поэтому здесь я пока каких-то не вижу, не исключено, что в дальнейшем при накладывании ОРВИ и коронавируса совместно, возможно, придется разворачивать дополнительные койки. Мы к этому готовы. То, что касается 6 микрорайона, на самом деле там очереди существуют, электронную очередь мы внедрили и можем перейти на 100% электронную очередь, но нужно понимать, что у нас создается две параллельных очереди одновременно. Те люди, которые записались в электронном виде, и те, которые пришли просто самоходом. И конфликт интересов, скажем так, этих обоих групп потоков пациентов, он имеет место быть. Поэтому мы вынуждены принимать и по электронной запись, и принимать в порядке живой очереди. Увеличение количества пункта для того, чтобы развернуть на сегодняшний день больше кабинетов для приема подсоциальных больных с коронавирусной инфекцией, необходимо увеличение кадров. Буквально вчера вечером пришло согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Бату Сергеевич обращался с тем, чтобы направить к нам ординаторов первого-второго года обучения целевиков, которые учатся по целевым направлениям в Республике Калмыкия, и студентов шестого курса. Пришло согласование уже вчера в 11 часов вечера. Сегодня мы подтвердим, разошлем на ректоров всех вузов, где учатся наши молодые доктора и студенты шестого курса. Ординаторов это примерно 37 человек, и студентов шестого курса порядка 40 человек. То есть 80, скажем так, молодых специалистов, которых мы спокойно сможем теперь направить. И я думаю, что по их возвращению, я думаю, что это займет примерно неделю, когда они вернутся, сможем открыть большее количество первичных кабинетов, и тогда этот вопрос станет не таким актуальным. То, что касается забора анализов, я доложил, действительно у нас была проблема. При потребности исследований где-то 800 в сутки мы выдавали в сутки примерно 450-500 исследований. Из-за этого у нас накапливался очень долго уходили анализы в заморозку и брали в первочном режиме больных с пневмонией, те, которые идут на выписку, после чего мы привлекали лаборатории Астрахани, но вот с приобретением двух новых аппаратов, усилением противочумной станции и дополнительным оборудованием сегодня произошло. И мы выходим на уровень тысячи, который будет достаточно. Завтра у нас уже полностью из заморозки уходят все. 100% ни в одном учреждении не будет замороженных анализов. И к понедельнику, я говорю, мы выходим на исследование день в день максимум 48 часов. То, что от нас требуют нормативные документы. Что касается лекарственного обеспечения, оно проблемно, оно сложно. Деньги до медицинских организаций доводятся в срок. Но, к сожалению, надо признать, что не только в Калмыкии, но и в России существует такая проблема, как производственные мощности. Не всегда организации, которые выпускают эти препараты, ну, допустим, есть крупная компания Airfarm, которая взяла на себя производство ряда препаратов против корривирусной инфекции, успевает логистически отпускать во все регионы. Перебои бывают, да, я это признаю. Но финансирование пока достаточно. Сейчас все средства республиканского бюджета будут разыгрываться по указанию главы централизованного Минздрава. Фомсовские деньги, естественно, мы не имеем права разыгрываться, они по-прежнему будут разыгрываться лечебными учреждениями. Понятно. Все, Арсенов, понятно. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Ну, с ковидом все понятно, все у нас так все хуже и хуже становится. Мне интересно по поводу планового лечения. В больнице так, я понимаю, не кладут сейчас, там местов нету, да, либо экстренно. Но экстренно, вы как врач понимаете, можно не довести целое это. Как с этим быть? Полиболезни никуда не делят, сейчас другие. Серьезно, понятно вам? Да, вопрос понятен, он абсолютно ясен. на сегодняшний день плановая госпитализация закрыта и она будет закрыта до тех пор, пока не будет спада коронавирусной инфекции, потому что нахождение пациентов, которые поступают в большом потоке, если мы их откроем сейчас, невозможно обследовать и проскоки, и заносы коронавирусной инфекции в соматические отделения избежать, невозможно по определению с учетом большого процента скрытых форм протекания данной инфекции. Поэтому нецелесообразно скапливать изначально больных людей и подвергать их риску дополнительно заразиться коронавирусом. То, что касается экстренной и неотложной скорой помощи, она работает в полном объеме, и я считаю, что на сегодняшний день этой помощи достаточно. У нас нет роста показателя общей смертности в Республике Калмыкия. То есть, то, что экстренно окажется помощь, мы пока всегда успеваем. И это подтверждается статистически. Спасибо. Сеганин Станчичев, пожалуйста. Сразу второй вопрос. Раз у нас не будет плановок таких открываться больницы на плановое лечение, у меня предложение. Может быть обратиться нам в Министерство обороны, чтобы нам открыли здесь госпиталь, как в Астрахани, Дагестане отдельно, больницу освободить для планового лечения. Как предложение? Если на сегодняшний день говорить о тех госпиталях, которые строит Министерство обороны, это временные госпитали, это некапитальные строения и сооружения. В условиях надвигающейся зимы и нашей розы ветров, которые мы имеем, эффективность оказания медицинской помощи будет довольно неэффективной. На сегодняшний день Калмыкия попала в программу по строительству инфекционного госпиталя на 200 коек, причем при нормативном населении нам положено 70 коек, но Минздрав России в исключительном порядке поддержал Республику Калмыкия и нам дают возможность построить госпиталь в пределах 2021 года на 200 коек мест капитальное строение полностью оснащенное оборудованием. Это переход на новый качественный этап оказания медицинской помощи в области инфекционных болезней и госпиталь 200 коек у нас будет. Не временный, а постоянный. Спасибо, Василий Александрович. Спасибо. Понятно все, да? Пожалуйста, Наталья Сергеевна, потом Анатолий Чехов. Я, вы знаете, слушаю нашего министра здравоохранения и думаю, а я вообще где живу? В Калмыкии или в какой-то другой республике, где все так прекрасно? На самом деле вот ваш успокаивающий голос, прекрасные цифры, а выйдите на улицу и спросите у людей, как их лечат. Спросите у тех, кто дома находится, им хоть копейку за лекарства кто-нибудь возместил все на свои деньги. Люди лежат в стационаре, покупают дороженные лекарства, бывают очень дорогие лекарства, им просто пишут на листочке, что нужно купить и несмотря на это помирает. То есть получается нет у нас той помощи, о которой вы говорите. Ваша привычка успокаивать депутатов мне очень нравится. Еще год назад при рассмотрении бюджета на этот год вы мне врали на мой вопрос. Когда я говорила, что МСТ не работает в пресс-больнице, вы мне на комитете при всех депутатах говорили, что он работает. Я пошла в тот же день и убедилась, что он не работает. Мне не нравится то, что у нас министры вот со своего предестала врут депутатам. И не только депутатам, они врут избирателям, которые избрали этих депутатов. Вы спросите у тех, кто лежит в обсерваторе. Вот они пишут в сетях, они рассказывают знакомым родственникам, они не могут дозваться нянечки, медсестры, врача. Все лекарства они покупают сами. А вы говорите, что у нас нет проблем с лекарственным обеспечением, что все финансирование в полном объеме мы выделяем. А куда уходит это финансирование? Вот вы скажите, в полном ли объеме все наши больницы, которые работают именно с теми, кто с инфицированными коронавирусом, обеспечены лекарственными препаратами. Причем лекарственные препараты это нужны разного уровня. Поступают больные, вы сами понимаете, отягощенные еще и другими заболеваниями. Или я живу в другой республике, или вы парите над нами. Давайте вот как-то придем к консенсусу. Лично я считаю, что вы как-то оторвались от земли. Я, наверное, вообще ни по улицам города Элисты хожу, ни с теми людьми разговариваю. Спасибо, Наталья. Вот прошли выборы, мы были в районах, что там творится. Люди вот из Кичинер едет в скорая помощь сюда, их направляют назад с больными, здесь коек нет, они назад, и туда-сюда скорая помощь бегает, бензин тратит. Что это такое? Хорошо, спасибо. Это организация как раз работы по профилактике коронавируса в республике Калмыкия. Лекарства, которые, в общем-то, вот нужны больным, доходят до 100 тысяч некоторых, и приобретают, и люди едут, их нет в Волисте, они едут в другие города, находят эти лекарства, привозят, а толку? по конкретным вопросам. По конкретным вопросам. потому что в экстренной ситуации все должны работать как одна команда. Вот на сегодня жители Калмыкии этого не видят. на конкретные пожелания, которые были высказаны, ответы. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Наталья Северна, ну, услышали вас, услышал он, будет отвечать. Да, безусловно, я и не говорил, что у нас все идеально с лекарственным обеспечением. Перебои с поставками я не отрицаю, я подтверждаю на этот счет. То, что вы говорите, что должны работать как одна команда, безусловно, мне нужна помощь Курала и вас, как представителей народа. За вами стоит огромное число избирателей. Но я тоже, к сожалению, не увидел никого из вас, чтобы вы вышли к избирателям и сказали там, уважаемые избиратели, вы за меня голосовали, давайте оденем все маски, давайте будем соблюдать социальную дистанцию. То есть, плеча вашего поддержки я тоже как-то не ощутил в решении этого вопроса. А это на сегодня... Ну, обратитесь к депутатам, выйдите к своим избирателям. Наталья Сергеевна, ну вы задали уже вопрос, ну он ответит. Ну что мы... Депутатам Госдумы, скажу вам напрямую, с официальными письмами я не обращался. Я имел с ними беседы в телефонном режиме, они по возможности оказывали гуманитарную помощь, чтобы было освещено. То, что касается, я оторвался от народа, но я практически в ежедневном режиме провожу в Инстаграме и отвечаю в прямом эфире на все вопросы. И те вопросы, которые приходят ко мне в личном Инстаграме, я также разбираюсь. Есть перебои с лекарствами и главные врачи за это бывают наказаны. Потому что мы выявляем факты, когда на счетах учреждений имеются финансовые средства, а своевременно закупки не проводятся. Этим занимаемся и мы, и этим занимается прокуратура, и мы готовы этим заниматься дальше. Не всегда бывает расторопка. Да, люди приобретают, особенно то, что касается сопутствующих. Но согласно территориальной программе ОМС мы в первую очередь лечим то, что продиктовано методическими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. Мы должны обеспечить сейчас весь перечень именно тех препаратов, которые нужны для лечения непосредственно ковида. Вы не хуже меня знаете, я неоднократно об этом докладывал, что бюджет ОМС у нас примерно с миллиардным дефицитом. И на лекарственное обеспечение у нас всегда был дефицит. Мы неоднократно обращались и глава республики, и председатель правительства, и министерство здравоохранения, и ФОМС, вышестоящие наши органы, что нам нужен коэффициент, как в северных районах хотя бы 0,3. И эти письма имеются и в Минздраве везде. Но Калмыкии, к сожалению, отказывают, потому что у нас регион не подходит под критерии труднодоступности. У нас здесь нет непроходимой тайги, болот, оврагов, гор, и по этому критерию мы не проходим. Мы имеем 270 тысяч населения застрахованного в рамках ОМС. И имея подушевой норматив немногим более 12 тысяч, это те финансовые средства, которые мы апеллируем. Такие защищенные статьи, как заработная плата, налоги на заработную плату и коммунальные услуги, потому что нужно нам ресурсоснабжающим организациям платить, съедают львиную долю этих финансовых средств. И я очень благодарен бюджету республики Калмыкии в этом году, потому что Калмыкия довольно уникальный регион, где было принято решение, помимо федеральных выплат, платить медицинским работникам очень серьезные выплаты, заработные платы из бюджета. И на моей памяти в этом году на борьбу с ковидом были вложены беспрецедентные средства из средств лекарственных бюджетов в систему здравоохранения. Ранее никогда такого не наблюдалось. Да, этих средств не всегда хватает. Да, мы пишем во все станции, и Минфин, и Минздрав, и председатель правительства, Батул Сергеевич, лично обращается в администрацию президента. Мы будем надеяться, найдем окна. Хорошо, спасибо. Насовик Печеванского. Тут звучат там мой адрес, замечания, почему маски депутата не одевают. Я одеваю принципиальные, потому что пропускная способность маски, она не защищает человека, вы об этом прекрасно знаете. А через 10 минут ношения, когда она становится влажной, она становится опасной. Поэтому я считаю, гораздо целее будет человек без маски. И вот, ну это так, в прессе и в средствах массовой информации, в интернете очень много информации на этот счет, и она оправдана. Поэтому я считаю, что это не защита вообще, еще неизвестно, в каких подвалах эти маски сшиты, из каких материалов. Потому что наша страна, к сожалению, такая, что вывеска ярлык есть, фирмы какой-то, а эта фирма зарегистрирована в каком-то подъезде, какого-то завода, который не существует уже 30 лет. Поэтому, что мы, мы же живем в стране, которую мы хорошо знаем, и каждый день ощущаем эти вещи. И лекарства у нас бывают фальшивые для детей, вы это тоже прекрасно знаете. Они не работают, и тогда что говорить о других, о продуктах питания и прочее. Поэтому это такой вопрос, риторический, я считаю. на самом деле всем давно известный. Вот у меня касается, вот вы говорите, у нас достаточно там финансов, да, они выделяются в большем количестве, но, конечно, будет выделяться в большем, потому что ковид, у нас раньше ковида не было. Это понятно. Но мы сталкиваемся с фактами, вот я стою на заправке газовой бумба, приезжает карета, реанимобиль, и я специально простоял с ним больше 30 минут. Он подходит заправляться, он говорит, ведомости вашей машины нет, и вообще денег нет, и мы вас не заправляем. И он долго звонил, врач звонила, куда-то там выясняли, выясняли, в конце концов, через 35 минут их заправили, ну, как обычно, в долг. Вот это реалии. Поэтому надо вам сегодня говорить, что у нас заявка была на лекарства, там в сумме такой-то, правительство нам выплатило там 50% или 70%. Что вы тут какие-то слова говорите, в воздух сотрясаете, да, а фактов нет. Дайте нам факт. Вы, министр, вы четко скажите, что мои заявки не выполняются, выполняются на малое количество денег, которые не хватает, ни на лекарства, ни на бензин, ни на прочие вещи. Говорите предметно, вы все время говорите так, цветисто, красиво, а фактов нет. Убедите нас. А я, мы убеждаемся фактами, что люди приезжают, семья приехала из Кисиньевского района, 5 человек больных принимает 3, а 2 отправляет домой со словами, вот вам назначение, покупайте лекарства, езжайте, покупайте продукты, закрывайте из дома и не выходите, изолируйтесь. А почему? Потому что койко мест нет. А вы говорите, у нас тут резервный фонд. Ну и понятно, резервный фонд всегда надо иметь, там для тех жилобольных, там еще как-то, но это не говорит о том, что у вас там резерв есть, а больные, пожалуйста. В городе вы, вот Валерий Антонович Бадмаев заболел с женой, температурит, ему делают тест, его забирает скорая, а жену говорят нет. Поэтому таких случаев много. Вот вчера буквально коммунист, вот знает Нуров, Катаев Мерген звонил мне из Кичиниров, Кичинировский, я звонил из города, здесь от дочери, ее фамилия Шургаева, Саглар Мергеновна. Она говорит, что мать трех детей температуре вторые сутки скорую не может вызвать. И таких, я вам могу рассказать, вагон и маленькую тележку таких случаев. И вы об этом прекрасно знаете. Вот прокурор сидит, мне известно, что на войска, на конференц-связи, он говорил о том, что его начальник отдела не мог почти, сколько там, 15 часов пройти КТ, что ли, в больнице. Если начальник отдела прокуратуры республиканской не может пройти КТ, что взять с граждан? И вот я прошу, покажите графики, я же попросил, когда начну выступать, покажите графики и таблицы, которые четко и ясно говорят, флешку я дал. Включите, пожалуйста. Я не знаю, я не в курсе. Вы в курсе, потому что пришла начальник отдела и сказала, Анатолий Васильевич спрашивает содержание флешки. Я сказал, это по ковиду. Нет, если вы сказали записать сессию, я говорю, у нас записывается сессия. А что вы говорите, они поймут. Вот у вас манера такая, смотрит в глазки, как невинными глазками, обманывает, лжет и все, в лицо. Я вас предупреждаю, вы не оскажите. Ну хорошо, включите флешку, которую я принес. Уважаемый Алексей, значит, вы задавайте вопросы. Вот я по этим таблицам и задам вопросы министру. Вы встречались с министром Петра вот за это время? Не понятно, вы с министром встречались? У нас министр там находится где-то на передовой, сам там числится где-то в этой, как там называется, в госпитале, сам в красную зону ни разу не заходил, ночью уезжал домой, а мне сегодня, мы в городе живем, мы все знаем, кто, что делает. Он нарушал, нарушал сам режим, находился в, вот здесь, на Ленина, в этом госпитале, а по вечерам уезжал домой. А мне говорит, тут сиди, сиди в маске. Тогда ты поехал в госпиталь, сиди в госпитале, тогда безвылазно. Хорошо, Настой Ильич, у вас закончилось время. Это факты. Вы задали вопросы, 7 минут задавали. Пожалуйста. Я хочу, что включите мне флешку, чего вы боитесь? Мы не боимся, у нас нет времени. Почему времени нет? Пусть посмотрят депутаты, пусть посмотрят население на эти цифры. Значит, пожалуйста, если кому будет интересно, возьмут у вас и посмотрят. Пожалуйста, ответьте на вопросы. На сегодняшний день средств республиканского бюджета выплачено в 492 миллиона 882 тысячи рублей. Это если говорить о конкретных цифрах. Если говорить обо всех остальных вопросах, был я в красной зоне, не был я в красной зоне, ну, я перед вами отчитываться не собираюсь. Есть медицинские работники, которые работали со мной. И я считаю, что это бессмысленно. То, что касается бензина, ну, я не знаю, какая это была скорая с какой-то медицинской организацией. На сегодняшний день перебоев с заправкой скорой помощи у нас не было ни разу. По крайней мере, официально мне известно. И то, что вы говорите, общаюсь я с населением, не общаюсь я с населением. Я предельно открыт для общения с населением. Если говорить, что вы там еще спрашивали, ну, честно говоря, вот вы выступали, а конкретных вопросов я, к сожалению, немного услышал. Извините. 492 миллиона. Это о чем вы говорите? Это направлено к... Я вам говорю, вы скажите конкретно, вот мне в неделю нужно, вот на прошлой неделе, мне нужно было там, допустим, 30 миллионов, выделили 25. 5 миллионов не хватило, так что извините, вот лекарства вам нет. Понятно, кстати. Пока запросы... А что вы мне сейчас общую цифру, мы что тут должны соображать или люди, которые нас слышат, должны думать? На сегодняшний день запросы Минздрава на Минфин исполняются и передано уже 492 миллиона рублей. Я не знаю, как вам еще объяснить. Анатолий Васильевич, позвольте... Боу Васильевич, прошу поддержать или опровергнуть слова министра, пожалуйста. Там пред, который курирует такие главы. Я хотел со стороны правительства республики Калмыкия ответственно заявить о том, что подтвердить слова министра здравоохранения о том, что все те заявки, которые к нам направлялись в правительство, вот здесь председатель находится, глава республики, они не дадут мне соврать, они исполнялись стопроцентно и Минфином, и руководством правительства. Значит, по поводу заправки, я тоже первый раз слушаю такую информацию, мы обязательно с этим делом разберемся, но, насколько мне докладывал Минздрав, ни одного случая, чтобы не заправили медицинскую скорую помощь, не было в республике. Значит, по лекарственному обеспечению, значит, дефицит сложился из двух причин. Первая причина, это отсутствие, значит, мощностей фармацевтической промышленности нашей страны одномоментно заполнить все потребности, которые были в начале. В начале, когда пошла раскрутка по ситуации с ковидом, вы представляете, сколько заявок было? Несмотря на то, что были эти заявки все, республика, в целом, в целом, потребность по своему лекарственному обеспечению закрывала. Значит, отдельно хочу еще сказать по поводу тарифа фонда. Мне кажется, что министр неоднократно повторил о том, что существует тариф фонда, есть полномочия республиканского правительства. В рамках тех полномочий финансовых, которые у нас есть, вот здесь есть Минфин, оно подтвердит, потому что есть федеральные полномочия по финансированию, есть региональные полномочия по финансированию. Значит, в части лекарственного обеспечения не все мы можем финансировать из регионального бюджета. То, что мы можем финансировать, мы на 100% исполняем. Доклад окончен тоже до того, что мы можем Пожалуйста. У меня будет вопрос. Я прошу прощения. Что я хочу сказать, уважаемые коллеги, Анатолий Васильевич, Юрий Викторович, вопрос, который сегодня мы рассматриваем, он крайне болезненный для населения нашей республики. Вы знаете, в каких условиях мы живем, вы знаете, на уровень заработной платы, что не хватает средств, как для социально незащищенной категории. Поэтому очень важно, чтобы вот в той информации, которую мы сегодня заслушали, я практически не вижу негатива. На самом деле все написано так красиво, будто бы все хорошо. Ни одного проблемного вопроса здесь не подняты. Что касается неоднократно, вы сами, Юрий Викторович, в своих эфирах говорили о дефиците медицинских кадров. Я хорошо помню, что вы говорили о том, что нехватка медицинских кадров у нас достигает точнее 60% у нас обеспеченность кадрами медицинскими. Из них 30% у нас люди 65 и старше. То есть получается всего лишь 30% у нас обеспеченность медицинскими кадрами. А вот из информации я этого не вижу, потому что здесь все очень красиво написано, что сколько-то организаций, столько-то врачей, медперсоналов и прочее. Почему мы об этом не кричим? Когда вы говорите о том, что вы поставили вопрос по студентам медицинских вузов и прочее, что они будут приезжать и работать, но это же не на долгосрочную перспективу, вы же сами это прекрасно понимаете. Почему мы вот эти вопросы не решаем? Это базовые вопросы, правильно? Если мы хотим, чтобы медицинская помощь на всех двенях работала, не говоря уже о первичной медицинской помощи, это будет первый вопрос. Я хочу знать на сегодня 10 медицинских кадров, какую составляет цифру и какие конкретные меры принимаются в долгосрочной перспективе по решению этого вопроса. Второй вопрос. Вот вы пишете, что открывается обсерватор, готов к открытие обсерватора на 280 коек на базе общежития КГУ. А на сегодняшний день я могу вам с точностью сказать, вот у меня есть семья, оба инвалиды, значит, он на искусственной почке, она парализованная, значит, супруга кладут в обсерватор, при этом там нет диализа, ему не проводят, при этом, значит, не хватает кислородных масок, при этом сегодня в КТ-3 его перевели, вывезли из палаты в коридор. Вот куда, значит, в первый же день, когда его положили, мне, она сама врач, она мне звонит и меня просит найти лекарственный препарат жизненно необходимый Олух Кизумаб. У него шел цитокиновый шторм, понимаете, и мы все, вот все, кто могли, во все соседние регионы, в Москву, в Питере нам передали, врачи, ее однокурсница нашла этот препарат и передала нам для того, чтобы ему сделали, в конце концов, сняли вот этот шторм, понимаете, цена, вопрос, это жизнь. И мы в этой ситуации говорим о том, что у нас все хорошо. И последний вопрос, вот она же постоянно мне звонила, вот у меня вся переписка вот здесь в телефоне есть, я сейчас прямо открыла, и почему я столь эмоциональна, потому что она сама прекрасно понимает, она говорит, утеряна система, четкая система оказания медицинской помощи. тем более в условиях пандемии механизм, алгоритм действий всех медицинских учреждений, координация их действий должна была быть отработана от и до. Уже достаточно прошло времени для того, чтобы наладить эту работу и сделать ее не так, чтобы люди по несколько дней ждали ту же скорую помощь, а такие случаи были, чтобы люди не ждали по неделями взятия анализов на мазок, чтобы люди не бежали платно теми или иными способами проводить компьютерную томографию, при том, что им отказывали, а потом оказывалось, что у них КТ-2, КТ-3, понимаете ли? Три вопроса, Минбергия Горяевна. Пожалуйста. Первый вопрос кадры. Кадры вопрос системный, вы прекрасно понимаете, для того, чтобы закрепить молодого врача в республике Калмыкия, нужно создать необходимые условия. Первое условие уровень заработной платы, второе условие это жилье и третье условие это вообще уровень социально-экономического развития региона, чтобы он понимал перспективу нахождения и создания здесь семьи. На сегодняшний день по уровню заработной платы мы проигрываем, многим регионам, включая Москву, тем более и по жилью, и по уровню социально-экономического развития. Поэтому молодые специалисты очень неохотно возвращаются в республику Калмыкия и Минздрав решить этот вопрос не может. Сейчас изменился закон об образовании и студенты, которые поступили в прошлом году и в этом году, благодаря изменению закона образования у нас будут уже правовые рычаги своих цельвяков вернуть и заставить отработать пять лет назад. До тех, которые поступили в прошлом и в этом году, у нас такой юридической возможности нет. Либо мы создаем и развиваем республику все вместе и тогда кадры будут заинтересованы возвращения. Либо на сегодняшний день я, к сожалению, не вижу серьезных перспектив по возвращению молодых специалистов. То, что превысляется препаратов олотизумаб и многих других препаратов, к сожалению, я получаю тоже за 20-30 звонков в день. Дайте нам актерму, дайте нам околизумаб. Но, когда начинаешь понимать, основная львиная доля этих звонков завершается тем, что это продукт общения населения между собой, а не назначения врача. То есть, кто-то где-то кому-то сказал, что это спасет. А нужен ли этот препарат на данном этапе лечения или не нужен? Вопрос еще спорный. 90% случаев нет. Да, перебои были и я никогда не говорил, что у нас все замечательно и сложностей очень много. Но нужно отметить, что пока мы справляемся. сейчас тысяча москов, будет полторы тысячи москов, будет еще больше заболевших, будет две тысячи москов. И чем скорее мы вытянем эту подводную часть азберга, не боясь этих цифр, не нагоняя ажиотажа, что в Калмыкии там на душу населения, важно не сколько мы выявим заболевших, важно сколько мы спасем из этих заболевших. И пока, поверьте мне, на уровне России мы далеко не самые худшие в этом. кадров мало. Те, которые работают, по полгода сидят уже в госпиталях, но никто не бежит с корабля. Медики работают на износ. Хорошо, уважаемые коллеги. Еще один вопрос можно задать? Значит, уважаемые коллеги. Я конкретный вопрос хочу задать министру здравоохранения, пока он стоит на перегоне. Конкретный можно, давай. Только конкретный. только что, по-моему, зам председателя правительства озвучил цифру 492 миллиона было выделено из республиканского бюджета, да? На профилактику коронавирусной инфекции. Сколько было выделено из федерального бюджета? Из федерального бюджета, чтобы не ошибиться, сейчас даже зачитаю. И у меня вопрос об эффективности расходования этих средств, потому что вот из того, что я слышу, можно сделать вывод о неэффективном расходовании этих средств. Средства федерального бюджета 402 миллиона 500 тысяч до 200-280 рублей. То есть, 892 миллиона, да? 895 миллиона было потрачено на эти мероприятия. 895 миллиона потрачено на мероприятия, да? Да. Спасибо. Удовлетворенный. Уважаемый коллег. Еще вот вопрос. Вы мне обещали до этого, даже мало сказать. какой конкретный вопрос? Ну, конкретный. Вот вы говорите, что мы справляемся. А как вы справляетесь, если вот сейчас вот мне стесняется тут, Анатолий Васильевич включить эти таблицы, да? Вот по этим таблицам видно, мы не хуже всех. Вы хуже всех, потому что в других областях и краях есть там вот Ростовская область, там 27 тысяч 543 заболевших, да? Краснодарский край и так далее. Ставрополь 19 тысяч. Заболевших больше, но там и вылеченных больше. Поэтому число активных больных намного меньше в процентном отношении. У нас там 40 процентов, да? А у соседей 27 процентов. Вот вам конкретные цифры. И, допустим, за последнюю неделю у нас умерло 11 человек, а за предыдущие две недели умерло 8 человек. И так далее. Вот если бы мне позволили показать эти графики и диаграммы, вы бы увидели, что там никакого улучшения нет. А вы так все время красиво вдвуете нам какую-то сказку. И второе, вот, мы недавно беседовали с Нуром, Николаем Ильичем, вот он сказал, что он звонил главному врачу, не будем говорить какого района и фамилию, да? И тот ему сказал, что да, в районном центре мы справляемся с ситуацией более или менее, а в село мы вообще не ездим. И у нас нет возможности. Некому, не на чем и времени нет. И помочь нечем. Спасибо. Точно так же я звонил после этого разговора, позвонил в два района, такая же картина. Люди боятся, я говорю, давайте назовем фамилии, имя, отчество. Люди боятся, как вы же всех запугали здесь. Амстер Ильич, ну, хотелось бы, чтобы общались вы и вот так депутаты, не только вот на сессии. На сессии тоже надо, я сторонник того, что надо вынести, то, что болит. Значит, ну и общение. Юрий Кузьмин, пожалуйста, на вопросы, которые второй раз поставил нам Сэр Ильич, разрешается два раза выступать по одному во-первых, извините, пожалуйста, очень сложно отвечать на вопросы, которые кто-то кому-то сказал, неизвестно когда, неизвестно по какому поводу. Это первое. То, что касается уровня летальности в Республике Калмыкии, в Ростовской области, в соседних регионах, то поверьте, у нас показатель лучше, чем у них. И это вы можете посмотреть на любых городах. На третьем месте. 33 у нас человека на 100 тысяч населения. Впереди только Москва и Мурманской области. Не надо считать на здоровое население. Нужно считать умерших от количества заболевших. Еще на здоровое у нас написано 271 тысяча человек. Их нет здесь. Столько не живет в Республике. Максимум 200 тысяч. Если мы еще на 200 тысяч, там процент будет на треть больше. Не один здесь. Понятно. Наверное, мне нужно пригласить вас за пауэрг-метод работы, чтобы у меня статистики поучились. Летальность от заболевания считается. Берет общее количество заболевших данной патологии в регионе и смотрится, сколько от этого количества заболевших именно данной патологии умерло. Вы пытаетесь сделать перерасчет на 100 тысяч населения? Это несколько публично. Николай, пожалуйста, это же Москва дает эти цифры. Они российские цифры. по всей стране. Что там, вся страна глупая? Один Китенов умный, что ли? Как ответил? На самом деле мы путаем разные показатели. Есть показатели эффективности организации, мероприятия, коронавирусной инфекции. Дайте задать вопрос. Вот по этому показателю мы лидируем. А вы нам говорите, показатель летальности именно ваш, на основе ваших данных. Наталья Сергеевна, мы смазываем все обсуждение. Вот этими высказываниями. Ну вот, вы высказались. Спасибо вам. Но есть вот человек сидит, просит, дайте слово. Юрий Викторович, у меня к вам вопрос будет, скажем так, серьезно будем говорить, так. Вот условно сегодня начинается простудный период. ОРВИ. Вы же прекрасно понимаете, что параллельно в принципе диагнозы они как бы одинаковые. Сложность в чем? Я сегодня мне сказали, что я там звонил главному врачамцу, я не только главному врачам, а я руководителям территории звоню и все узнаю. Значит, ситуация какая? Дело в том, что многие говорят, если, например, диагностически мы не сможем это определять, а только тогда можно их, так сказать, развести. То есть, есть ОРВИ, может наступить такой коллапс, что они будут за ними заражаться. Вот скажите, пожалуйста, каким образом все-таки мы готовы к этому сезону, да? Каким образом? Те лабораторные, например, резервы, которые у нас сегодня существуют, они готовы, например, перлопать буквально все население, которое у нас заболеет? Или же нам необходима дополнительная лаборатория, даже экспресс-лаборатория? Вот вы сегодня сказали, что два экспресс-лаборатория у нас появилось, они в принципе сразу снизили, значит, так, ну скажем, или увеличили, да? Скажем, людей, которые, в общем-то, заболели, их надо выявить, да? И вообще, сколько необходимо нам средств? Четко, ясно, например, почему период, вы сами понимаете, это примерно будет несколько месяцев. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за вопрос, действительно вопрос... Поступление завершается. Это вопрос действительно глобальный и он актуален и для Калмыкии, и для всего мира. Действительно, мы прогнозируем, что примерно через месяц в республике у нас начнется массовый рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей. И понимая беспокойность каждого родителя, когда у ребенка повысится температура, каждый родитель будет считать, что это корона. заболеваемость у нас может достигать свыше тысячи в сутки именно простудными заболеваниями. И вот здесь отсеивать одно от другого будет очень проблематично. Легкие формы будем брать мазки на дому. Те, которые будут нуждаться в госпитализации в тяжелых формах, для этого и поставили экспресс-лабораторию, которая при экстренной необходимости позволит нам в течение 45 минут отсеять корону от некороны. при необходимости госпитализировать и проведение интенсивной терапии. Средняя степень тяжести. Но тут уже конечно погромное спасибо нашему ректору, который предоставил нам под госпиталь провизорный именно сомнительных больных свое общежитие. И мы там сейчас делаем шлюз и разворачиваем 280 коек. Проблема будет огромная. И без помощи скажем так всего сообщества, всех тех, кто находится здесь, чтобы не допускать паники, нужно будет работать, отрабатывать всем. И вне зависимости от политических взглядов, я прошу вас, уважаемые депутаты, я понимаю, что у каждого свое мнение. Кто-то носит маски, кто-то не носит маски. Это не в упрек. Это действительно мнение человека. Но эпидемии побеждаются не в стенах больницы. Никогда в мировой практике эпидемии не выигрывались в больничных палатах. Эпидемии выигрываются на улицах. Если мы не призовем людей к респираторному этикету, к соблюдению дистанции, не призовем людей к тому, чтобы они 65 оставались дома, не создадим нормальный график посещения учебных заведений, может быть, разбив их по дням, по часам, по возрасту, максимально не разобщив население, действительно, нас декабрь, январь, февраль может поставить такие условия, когда ситуация действительно станет критической. Сейчас ситуация управляемая, она сложная, она тяжелая, она разная по дням, но неуправляемой ситуации в регионе допустить бы не хотелось. И чем больше у нас будет склок, тем меньшего эффекта мы достигнем. Сейчас то время, когда нужно объединиться всем политическим силам. И опять-таки говорю, эпидемии побеждаются не во врачебных палатах, медицинская система здравоохранения, здесь мы в первую очередь заложники ситуации. Заболеет 100 человек, будем лечить 100, заболеет 10 тысяч, мы будем лечить 10 тысяч, только с разным качеством. Люди заражаются на улице, а не в больничных палатах. То, что касается денег, вторая часть вопроса, по нашим прогнозам, не менее 500 миллионов до конца года. Необходимо. по прогнозам заявка подана на федеральный Минздрав и Минфин России уже поданы заявки. Спасибо. Наталья Сергеевна, вот вы учитель, разрешение спрашивать не умеете. Пожалуйста, Кусминов, Арслан, пожалуйста. Мы завершаем вопросы. Кусминов и товарищ Сухинин, будем завершать вопросы. У меня есть предложение завершить, уже перерыв, надо и маски менять. Пожалуйста, пусть мы уже объявили. Я хотел бы высказаться в отношении того, что Юрий Викторович сейчас высказал, но несчастный до этого в части реплики я хотел бы оставить то, что претензии в сторону депутатов, то, что там якобы депутаты не популяризировали то, чтобы ношение масок. Во-первых, Юрий Викторович, вы стрибунно находитесь и вы все-таки министр, чтобы такие данные говорить, надо было хотя бы проверить. Я лично знаю, что Боган Борисовна, Аслан Александрович, Батар Сергеевич, Ольга Юрьевна, Бадма Катинович и Анатолий Васильевич, они у себя и на аккаунтах и везде и популяризировали. И другие популяризировали в другом виде. Если вы месяц находились в эфире и там строите себя герои, то, что вы там покажите эффективность этого. Я говорю, что я не строю. Не перебивайте, пожалуйста. Во-вторых, я вам скажу, то, что, скорее всего, ваши эфиры, которые выходили, да, они, это даже вот в народе говорили, то, что они сыграли антиэффект, наоборот, таки-то, потому что на тот период люди сидели дома, они боялись, ну, создавалась какая-то аура, чего-то, какого-то большого страха. когда вы начали выходить и говорить всем, что все у нас нормально, все у нас под контролем, да, и информация была недостоверной на самом деле, да, лекарств не было, того не было, этого не было, да, вот даже сейчас вы говорите, что койко места у вас есть. У меня позавчера знакомый, да, рассказывал, то, что вот они там своего родственника пытались положить, им сказали, нет, все, определяет, да, ковидный, мест нету, лежите дома. Все, у него под вечер поднялась температура, там вообще у него очень критичная ситуация началась. Только через БЛАТ какой-то там, не знаю, через каких-то знакомых они договорились, его положили. А какой у него уровень КТ? Я не знаю, честно говоря. Если не положили, значит до двух и правильно сделали. Я не знаю, какой конкретно это, но это факт в том, что вы просто всех уверяете здесь в трибуны, то, что все у нас нормально, места есть, а на самом деле ситуация-то другая. И вот то, что вы сейчас как раз-таки говорите в очередной раз, вы тем самым, вот эта популяризация от ваших отношений масок, то, что вы там вместе говорили, а потом пропали, и говорите, что вот, это в этом эффективность. Нету в этом эффективности. Эффективность будет тогда, когда мы скажем честно народу, скажем, вот, да, народ, ну вот такая ситуация. Действительно, бюджетных денег нету, мест нету, это нету. Сейчас вот остановить экономику тоже не можем. Помогите нам, значит, тогда народ, то действительно сознание. А когда им говорят, да все нормально, только маски носите, и все. Хорошо. Нет, подождите. Теперь, ну вот, непосредственно к самим вопросам, это я сказал, реплику в отношении. Хотел вот узнать, вот какая сейчас, вот вы говорите про смертность именно по ковиду, а какая смертность не по ковиду, по всем остальным, насколько она возросла. Потому что плановые, больные сейчас не получают, да, вот, Сергей Александрович мне тоже рассказывал, то, что у него родственница тоже умерла, считает не по ковиду. Тоже вот у меня, у знакомых, там, мама умерла 50 с лишним лет, вроде положили с ковидом, а у нее в туалете, там, больницу, сердце схватило, она умерла. А получается, не от ковида. Как будто, да, да, вот поэтому вопрос, какая смертность не от ковида, насколько она возросла к периоду прошлого года, аналогичного, за весь этот период. Потом в соцсетях тоже очень там сильно обсуждали, то, что вот авиаперелетами, да, у нас там здесь каких-то, может быть, привилегированных людей отвозили больных, да, там, в Москву. Сколько от авиабортов действительно за счет бюджета улетело с ковидными больными в Москву? И по каким критериям это отбирается? У нас отбирается реально по погонам, грубо говоря, или как? Хорошо, спасибо. И подождите, так. Нажимного тут очень. Ну, и вопрос вот по ИВЛ, да, то, то, что тоже вот обсуждалось не раз. Почему на тот период, когда у нас там было несколько всего лишь зараженных, да, вы там ставили этот вопрос так остро, да, то, что вот, и говорили, что 60 ИВЛ закреплено именно за ковид-больными. На данный момент уже там вот именно больных порядка двух тысяч, да, сейчас, вот, и на ИВЛах у нас не содержится там свыше там 13 человек, там, по-моему, а вы на тот период хотели покупать 10 ИВЛов по завышенной стоимости и обосновывали это срочностью, то, что вот, а в итоге это сорвалось, да, сорвалось именно после того, как оно ушло в соцсети, да, начали говорить, что будут поступать заявление в прокуратуру, я где-то даже знаю колуарные эти разговоры, какие там были, то, что там эта шумиха возникла, да, там, и побоялись то, что потом будет прокурорское реагирование на все это дело и решили как-то откатить эту сделку там и... Это третий вопрос, спасибо. Да. Давай. Ну, начнем с ИВЛ. Существует норматив обеспеченности коек, которые должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ в Российской Федерации. Из-за этого проводилась закупка аппаратов ИВЛ. И слава Богу, что они все не требуются сейчас, что у нас нет такого количества больных. То, что касается авиа, я вас прошу написать мне отдельный запрос, потому что подфамильный и статус больных я сейчас, к сожалению, вам обозначить не могу. Ковид больных мы переводили не только в Москву, и в Москву в том числе. Санитарная авиация, безусловно, использовалась. Я сейчас вам не готов ответить, я говорю. Да, давайте. Арсан Викторович, ну подойдешь он тебе. Пожалуйста, дальше. И вопрос, какой вас еще интересовал? Просто вы очень долго там это... СМИ? Я пытаюсь записывать. Без упрюхов. По статистике, по данным Росстата, за 9 месяцев 2020 года у нас в абсолютных цифрах на 20 человек умерло больше, чем в 2019 году. С учетом того, что у нас на то время умерло 80 ковидных больных, то показатель общей смертности, если отбросить ковидных, получается даже меньше, чем сравнение с 2019. Все? Ответил? По ковиду, по ИВЛ, почему не ответил? В чем была спешка в закупке этих ИВЛ, да? А потом резко отказались, и затерли, и забыли, А деньги были, я не могу сказать, что конкурс проведет. Хорошо, что подсказал, что за историю. Разрешите, пожалуйста. Существует федеральный норматив обеспеченности коек инфекционных аппаратами ИВЛ. То есть, если у нас имеется, условно, скажем, 500 коек, на 500 коек должно быть 48 аппаратов. Этих аппаратов в наличии в республике не было, поэтому проводилась закупка для того, чтобы исполнить федеральные нормативы и быть готовым. Никто не знал, насколько агрессивной будет инфекция, и сколько аппаратов ИВЛ потребуется в конечном итоге. Хорошо, спасибо. Уважаемый коллеги. А вот академик Чучалин лично президенту страны, Путину, говорит, ИВЛ категорически запрещены к использованию для ковида. Хорошо. Тут академик Чучалин или Кикенов право. Уважаемый коллеги, поступило предложение прекратить вопросы, выступления и принять постановление. Постановление есть на руках. У меня предложение по постановлению. Сейчас мы послушаем вас. Мы отработали нужное время. Нам нужно уйти на перерыв, проветрить помещение, заменить маски, попить чай и вернуться для продолжения нашей работы. По постановлению, я вот сразу предлагаю, может, я упряжу те события. Все, о чем мы тут говорили и предлагали, мы обязательно впишем в постановление. Наш секретариат для того избирается, фиксируются все предложения. Но если кто-то, Наталья Сергеевна, еще предлагает вопрос, который устроит всех, внести, пожалуйста. Значит, я предлагаю вот этот вот пункт повысить эффективность санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заменить на следующий пункт. Значит, признать недостаточную эффективность расходования выделенных средств на обеспечение мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и провести проверку расходования 895 миллионов выделенных средств по целевому. Уважаемые коллеги, в принципе, обеспокоенный вопрос. Давайте мы... Нет, это не обеспокоенный вопрос. Это вопрос, который я, в общем-то, подытожила выступление. На самом деле, неэффективное расходование средств мы видим. Мы, давайте так, этот вопрос сейчас редакционно отработаем и поручим правительству. Есть у нас правительство, которое... Мы поручить правительству провести правительство. Провести, поручить правительству рассмотреть этот вопрос в той юридической плоскости, как он должен стоять. Правительству, пожалуйста. Думаю, это будет правильно. Это его функционал. Еще, пожалуйста. Так, нет. Кто за то, чтобы проголосовать за постановление с учетом разговора и предложений, прошу проголосовать. Уключен режим голосования. Спасибо вам за голосование. Просьба не вздыхать, уважаемые коллеги. Значит, каждый имеет свое мнение, свои амбиции. Не, можно, но только я понимаю, как мы вздыхаем, по какому поводу. Значит, поэтому, дорогие друзья, постановление принято большинством голосов. Спасибо. Вот мы, главное, все колотимся, а чтобы выполнить мероприятие, которое мы наметили, все хорошие мероприятия не проголосовали. Это право каждого. Ну, я вот, понимаете, как вот обсуждаем, поручаем, нет против, можно проголосовать. Ну, дело каждого, конечно же. Ну, уважаемые коллеги, объявляется перерыв на 15 минут. По одному выходите. По одному. Вот как-то так, не кучей, не кучей. Да, уважаемые коллеги, Наталья Сергеевна, Наталья Сергеевна, завершился перерыв. Все, наши коллеги, нет наших коммунистов. Ну, у нас большинство, они где-то идут, скорее всего. Я допустил, женщины, они дольше носик пудрят, может быть. Ну, продолжаем нашу работу. Слушается вопрос номер 9. Представитель правительства тут подошел. Рассматривается проект закона республики во внесении изменений в статью 8.4 закона республики Калмыкия о статусе депутата Народного Курала парламента республики. Вносится комитетом Народного Курала по вопросам законодательства. Докладывает Михаил Николаевич Мутулу, председатель комитета. Михаил Николаевич, пожалуйста, по сути вопроса. Ну, я, наверное, лучше зачитаю. По сути, тут короткая информация. Законопроект разработан в целях приведения закона республики Калмыкия о статусе депутата Народного Курала республики Калмыкия в соответствии с нормами федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходом. Пунктом 4, часть 1, статьи 8.4 закона о статусе народного депутата установлено, что на официальном сайте Народного Курала размещается и предоставляется для опубликования СМИ в связи с их запросами сведения о расходах депутата, а также о расходах его супруги, супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, долей участия в паёв уставных капиталах, совершенной им и его супругой и несовершеннолетними детьми в течение календарного года предшествующего году предоставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги за три последних года предшествующих отчётному периоду. Данным законопроектом предлагается дополнить данную норму положением о том, что помимо указанных выше сведений будет размещаться сведение об источниках получения средств, за счёт которых совершены данные сделки. Вот в этом, наизна, прошу поддержать. Уважаемые коллеги, есть вопрос? Нет вопроса, да, с федеральным законом. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, решение комитета прошу озвучить. Комитет рекомендует принять данный законопроект. На комитете рассматривался, прошу с учётом решения комитета принять своё решение. Уважаемые коллеги, внимание, голосование. Большинство достигнуто, решение принято. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Следующий вопрос о внесении изменений в закон республики о народном курале парламенте республики. Пожалуйста, носится комитетом. Пожалуйста, Михаил Николаевич, по законодательству. Уважаемые коллеги, может быть, мы рассмотрим 10-11, потому что на комитете мы так сделали, он один из другого вытекает, потому что вводится понятие аппарата народного курала. Его у нас не было. Это в законе о народном курале. А второй, 11-й вопрос, в регламент тоже придётся вносить такие изменения. Голосовать мы будем отдельно, поэтому есть предложение огласить по первому тогда решение. По-первыхому, данным законопроектам предлагается ввести в закон республики Калмыкия понятие аппарата народного курала республики Калмыкия. Комитет рекомендует принять такой законопроект. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть такое решение комитета с учётом ваших пожеланий. Действительно, ряд событий такого организационного плана показали, что без ответственности за работу парламента не получается. Поэтому вносится такое понятие. Есть вопросы? Нету. Нет, у меня есть вопросы. А вот все структурные подразделения теперь что, войдут в аппарат? В аппарат. И руководитель аппарата это новая должность в Хурале, да? Новая должность. В счёт существующих должностей уберутся 2-3 должности и будет руководитель аппарата. Значит, тогда я могу внести предложение по этому проекту. Только депутат не может быть. Только госслужащий. Нет, депутата я не претендую на эту должность, сразу вам говорю. Нет, а я думал... Если вы на это намекаете. Нет, ну я имел в виду это. Я даже не претендую на эту должность, я хочу внести... Да и на председателя не претендую. Да, да, да. Я хочу внести проект решения по этому постановлению. Значит, проект решения это только на следующем заседании. Как на этом? Я имею право в депутат. Если рассмотрен будет на комитете. Уважаемый... Нет. Я право. Имеет право вносить изменения в решения. Комитет. Имеет право. Я не член этого комитета, я не присутствовала. Надо было пройти. Нет, вы нарушаете регламент. Вот не в первый раз, Анатолий Васильевич. Вы на самом деле не исполняете надлежащим образом свои обязанности. Вы одно и то же уже надоедает. Почему надоедает? Выносите. Я вам единственное скажу, что... Хочу сказать. Значит, уважаемые коллеги... Вы мне предоставили слово, все, я... Значит, вноси предложение, вносите предложение, пожалуйста. Вносите. Да, вносите, я оговорился. Я вам... Мы с вами на брудышах... Не, 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 я оговорился, да, да, я извинился. Давайте, пожалуйста. Значит, я считаю, что данный проект, он нецелесообразен. Ну... На самом деле он ведет бюрократизацию структуры Хурала. Кому нужна подпорка в лице руководителя аппарата и аппарата? Только председателю правительства. Ой, председателю Хурала, не правительства. Значит, мы на прошлой сессии поднимали этот вопрос о неэффективном исполнении своих обязательств председателем народного хурала. И вот я хочу внести следующий проект решения по данному вопросу. Значит... Выразить недоверие председателю народного хурала Республики Калмыкия 6-го созыва Казачко Анатолию Васильевичу в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств. Хорошо. Прошу этот проект решения поставить на голосование. Уважаемые коллеги, он не относится к... Он относится к этому вопросу. Я только что обосновала. Я только что обосновала. Если у вас с логикой что-то не то, это ваши проблемы. Он относится к этому вопросу. Значит, нагнетается обстановка. Такой вопрос может стоять только в том случае, в определенном, когда недоверие председателю парламента выносится в определенной процедуре. Значит, она очень четко прописана в законе. И вот эта авантюра, которую вносит госпожа Аманжикова... Это авантюра. Если вы сошлитесь на пункт закона, на пункт регламента, я согласна выслушать. Нет этого ни в законе, ни в регламенте. Да брось его. Есть только отстранение от должности. Да, уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать за решение комитета. Кто за, прошу проголосовать. Решение комитета. Может быть и нарушаю, но вы просто ведете себя непринятым. Но нарушаете регламент. Голосуйте, голосуйте. Большинство достигнута решения приняты. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо за ваше такое желание. Давай дальше, Михаил Николаевич. Одиннадцатый вопрос. Да, тоже. Рассматривается вопрос, который связан с регламентом в части создания аппарата... Ну, в связи с только что принятым решением, дальше вытекает вопрос о внесении понятия аппаратного хурала в регламент. Поэтому комитет это рассмотрел и предлагает парламенту принять данный законопроект. Спасибо. Уважаемые коллеги, комитет внес предложение принять законопроект в части, касаемой регламента. Есть вопросы? Нет. Прошу подготовиться к голосованию. Идет голосование. По существу вопроса, который мы рассматриваем и утвердили в повестке дня. Большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос номер 12 о внесении изменений в статью 7 федерального закона о потребительском кредите займе вносится комитетом народного хурала по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. Уважаемые коллеги, поясняю. Последующие вопросы, это вопросы взаимодействия с федеральным законодательством. По проекту можно? По федералам. Если вы работали в комитетах, они отрабатывались вчера, у вас это было на сайте, прошу вносить предложение. Мы можем обсуждать, можем зачитывать, можем принимать по проекту. Это наше право. Уважаемые коллеги, по проекту есть предложение? Уважаемые коллеги, вносится предложение депутатам по проекту. Если нет возражений, то, пожалуйста, решение комитета, Валерий Асаевич. Анатолий Алексеевич, все вопросы, которые сейчас в четыре будут завершены, они рассматривались на комитете. Пожалуйста. Комитет решил внести на рассмотрение народного хурала парламента, ресурсы и экономики, данный проект постановления и рекомендовать его принятие. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Это вот проект федерального закона, очень важный в связи с формированием в целом бюджетной политики, кредитной политики. Он полезный для каждого заемщика. Поэтому, я думаю, это целесообразно. Если нет вопросов к комитету, ставлю на голосование. Идет процесс голосования. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Рассматривается тринадцатый вопрос повестки дня. Проект постановления народного хурала об отзывы на проект федерального закона с соответствующим номером. О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса. В части реализации отдельных полномочий и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики в Российской Федерации. Вносится комитетом по бюджету. Валерий Расадьевич, пожалуйста. Комитет народного хурала парламента Республики Калмуте победит экономическую политику и предпринимательство собственности. Рассматривая проект федерального закона с соответствующим номером... Ближе, к микрофону плохо слышно. Через маску, наверное. Под номером 102-26-7, в течение изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации. В части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики Российской Федерации. Решил нести и рекомендовать Народного хурала парламента Республики Калмуте принять проект постановления Народного хурала парламента Республики Калмуте от отзыва на проект федерального закона под номером 102-26-70-7 о внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной и налоговой и таможенной тарифной политики Российской Федерации. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если не возникло вопросов, прошу определиться с голосованием. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопрос номер 14 о проекте постановления Народного хурала об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в часть вторую налогового кодекса в части налогобложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Вносится комитетом. Пожалуйста, Валерий Александрович, решение комитета. Комитет Народного хурала парламента Республики Калмыкия по бюджету экономической политики, предпринимательской собственности, рассмотрев проект федерального закона под номером 102-26-69-7 о внесении изменений в части второго налогового кодекса Российской Федерации в части налогобложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период, решил внести и рекомендовать в Народного хурала парламента Республики Калмыкия и принять проект постановления Народного хурала парламента Республики Калмыкия по бюджету на проект федерального закона под номером 102-26-69-7 о внесении изменений в части второй налогового кодекса Российской Федерации в части налогового обложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Уважаемые коллеги, мы голосуем, там в первом чтении Госдума принимает, но она ко второму чтению ждет предложение всех структур субъектовых. Поэтому, пожалуйста, если нет возражений, прошу проголосовать. Решение комитета озвучено. Большинство достигнуто. Решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Слушается вопрос номер 15. Об отзыве на проекты федерального закона, соответствующий номеру, о внесении изменений в часть первого налогового кодекса, в части совершенства налогового контроля за ценами и порядком заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Вносится комитетом. Пожалуйста, Болдарев Валерий Астач. Комитет Народного хорала Парламента Республики Калмыкия по бюджету экономической политики и предпринимательской собственности, рассмотрев проект федерального закона под номером 102-56-87 о внесении изменений в части первого налогового кодекса Российской Федерации, в части совершенствования налогового контроля за ценами и порядком заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Решил внести и рекомендовать Народному хорала Парламента Республики Калмыки принятие проект восстановления Народного хорала Парламента Республики Калмыкия от отзыва на проект федерального закона под номером 102-56-87 о внесении изменений в части первого налогового кодекса Российской Федерации, в части совершенствования налогового контроля за ценами и порядок заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Уважаемые коллеги, такое сложное название, но это все законы связаны с формированием бюджета последующих периодов. Поэтому, уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Прошу определиться с голосованием. Единогласно. Спасибо, уважаемые коллеги. Постановление принимается. Движемся дальше. 16-й вопрос. Проект постановления Народного хорала об отзыве на проект федерального закона соответствующим номером о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, в части реализации права на судебную защиту нарушенных избирательных прав. Вносится к Комитетам Народного хорала по законности. Вы изучили. Какие предложения? По проекту, если нет возражений, Михаил Николаевич, прошу огласить решение. Комитет предлагает нести и рекомендовать Народному хоралу Республики Калмыки принять данный законопроект, вернее, данный проект постановления Народного хорала об отзыве на проект федерального закона за соответствующим номером о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, в части реализации права на судебную защиту нарушенных избирательных прав. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, прошу определиться по проекту. Кстати, проекты вносятся не только в Единой России, и в Справедливой России, и в КПРФ. Вот те проекты. Значит, уважаемые коллеги, есть их совместные. Значит, подход. Единогласно. Спасибо. Продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос номер 17. Значит, проект постановления Народного хорала об отзыве на проект федерального закона под соответствующим номером об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Комитетом вносится, соответственно... Вот уловный, Павел Михайлович, пожалуйста. Я так понимаю, по проекту? Ну да. Решение комитета внести, рекомендовать Народному хоралу принять проект постановления Народного хорала Республики Талмыкия об отзыве на проект федерального закона об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Спасибо. Озвучено. Решение есть вопросы? Прошу проголосовать. Единогласно. Спасибо. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос под номером 18 о проекте федерального закона об отзыве на проект федерального закона под соответствующим номером о внесении изменений в статью 4 федерального закона о защите детей от информации, причиняющей уредить их здоровью и развитию. Рассматривался он на комитете по социальной политике. Ван Макотинович. Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Васильевич, данный вопрос рассмотрен на заседании комитета и комитет решил внести и рекомендовать Народному хуралу парламенту Республики Калмыкия принять проект постановления Народного хурала парламента Республики Калмыкия о внесении изменений в статью 4 федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Прошу поддержать коллеги. Уважаемые депутаты, возникли вопросы? Если нет, прошу определиться по проекту постановления. Большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Вопрос номер 19. Об отзывах на проекты федеральных законов, которые у нас компонованы по направлениям, рассмотрены на комитетах, представитель комитета Мутулу Михаил Николаевич, прошу проинформировать. Ну, если коротко, из представленных проектов постановления Народного хурала, с учетом решений профильных комитетов Народного хурала, предлагается рассмотреть 76 проектов федерального закона, из них поддержать 65 проектов федерального закона. Они устраняют противоречия между федеральными законами, пробелы в действующем законодательстве и разработанные во исполнении постановлений Конституционного суда. И перечень направлений на улучшение положения молодых семей, на сохранение объема мер социальной поддержки, повышение доступности лекарственных препаратов, на приведение норм федерального законодательства, на защиту здоровья детей, на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, на совершенствование российского законодательства, на усовершенствование механизмов защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности, на совершенствование процедур аккредитации филиалов и предстоительствам иностранных юридических лиц, на правовое регулирование сферы налогоадминистративания в форме налогового мониторинга, устранение пробела в федеральном законодательстве на проведение положения соответствия, ну и так далее. и не поддержать один из проектов федеральных законов, которые нуждаются в доработке, требуют значительного увеличения финансовых средств, ухудшают правовое положение детей и приводят к необоснованному сокращению мер их защиты, а также приведут к дополнительным расходам бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации. Уважаемые коллеги, все, да? Все, прошу рассмотреть. Уважаемые коллеги, вы, все эти проекты на электронной почве были, вы их изучали, на комитетах присутствовали, где, соответственно, высказывали пожелания. Если вопросов нет, прошу определиться и сголосовать. Закон о транспортном налоге отменить, мы поддержали на комитете, он вошел? Вошел. Число поддержано. Да, да. Спасибо. Если вопросов нет, прошу проголосовать. А, еще раз. Сбой произошел. Ну, давайте, чтобы не было, это, конечно, сбой. Давайте еще раз голосуем за соответствующий вопрос. Да, большинство достигнуто, решение принято. Спасибо, Михаил Николаевич, спасибо, уважаемые депутаты. И мы переходим к последнему вопросу повестки дня. Разное, сойти с регламентом, каждый из нас в количестве трех минут может высказаться по желанию, ну и так далее. Пожалуйста. Ну, я, наверное, не думаю, что, наверное, в количестве трех минут, в разум, наверное, надо будет, все вопросы, которые сегодня не вошли в повестку дня, надо обсудить. Первое. Везде существует практика, во всех собраниях, и в нашей, и за рубежом, что руководители фракции имеют право, когда, значит, обсуждается повестка дня, до, значит, когда его утверждают, имеют реплику в трех-четырех минутах. Это делается для того, чтобы, например, в конечном счете, во время рассмотрения повестки дня вот таких вот проблем не было. Когда начинают пихать, опять и все остальное. Это нормальная практика вообще. Можно, можно. Поэтому сегодня то, что, например, когда я доказывал, председатель парламента дал мне три минуты. Значит, три минуты дал, значит, я всего, значит, докладывал всего, значит, две минуты и двадцать секунд. Значит, я не пойму, если мне дал председатель парламента сказать что-то, значит, я не пойму, почему депутаты, значит, лезут вот в разговор. Вот примерно Сухинина. Вот кто ты такой, чтобы, например, перебивать меня, когда он председатель мне дал, значит, слово. Возьми слово, ради Бога, подними и скажи, дай, пожалуйста, мне слово. Почему вы мне тыкаете? Поэтому, значит, я еще раз говорю, это не первый раз, когда, значит, депутат Сухинин, значит, лезет, например, когда человек говорит, Анатолий Васильевич, Анатолий Васильевич, я говорю, не первый раз он это делает. Я руководитель фракции. Вы мне дали слово. И вообще, по регламенту, никто не имеет права своего коллегу перебивать, задавать ему вопросы, значит, и все остальное. Я же руководитель фракции, я говорю, не от себя, не с потолка. Это один вопрос, Анатолий Васильевич. И вот сегодня, значит, я бы тоже вас, значит, просил бы не комментировать мои выступления, или выступления других. Что, значит, фраза, например, тут кто-то хочет, там кого-то отстранить. Вы что, думаете, я не понял, что вы, про кого вы говорите? Вы же председатель. Вы от нас требуете, значит, этикет, корректность, значит, а сами это сами нарушаете. Я по-моему назвал, нет? Какая разница? Я только говорил, это об отстранении только я. Не, ну вот Манжикова называет, по-моему, не стесняется. Абулан. Значит, я еще раз говорю, давайте, если вы требуете с нас, значит, корректности, чтобы мы в соответствии с регламентом работали, я прошу, чтобы таких больше не было. Когда вы мне сказали прекратить, я прекратил. Потому что я понимаю, если я ее, я таким образом нарушу. Сам лично. Поэтому я прекратил, не полностью сказал. Потому что меня попросили как председателя. И такие вещи надо пресекать. Ну что такое, в конце концов? Кто ему дал право вообще мне перебивать? Хорошо. Услышали вас. Спасибо. Еще, пожалуйста. Этику соблюдайте, Анатолий Васильевич. Согласен. Если где-то нарушаете... Первый раз согласен. Если я где-то нарушил... Если нарушил... Нарушил. Не-не, Наталья Сергеевна, я же вам и слова не давал. Вот вы сходу ее нарушили. Я даже не права. Ну вот, говорите. Пожалуйста, нам сервис. Сухинин не первый раз перебивает выступающих. И это замечание справедливое, я считаю. А вы помалкиваете? Что за корпоратив такой? Да, понятно. Если Сухинин не прав, я ему сделаю замечание. Ну, я вас тоже прошу. Сделайте публично замечание? Если он... Я делаю замечание, если он перебивает, не подделываю. Значит, я и вам... У меня вопрос. Он сегодня по делу перебил Нурова? К вам вопрос. Эмоции разные бывают. Ну что, мы не Сухинин не прав... Я у тебя не спрашиваю. Я вот спрашиваю у Анатолия Васильевича. Почему у тебя опять? Что за неуважение? Тише. К вам уважение, если ты человека старшего перебиваешь? Вопрос идет обо мне. Уважаемые коллеги. Так, все. Информацию приняли. Ну, за собой тоже... Не, я же вам вопрос задаю. Вы как относитесь... Если человек перебивает, отношусь отрицательным. В том числе к любому. Вам, Сухинину, Петрову, Иванову. Хорошо. Прошу и ко мне относиться уважительно. Начинать свою речь. Уважаемый председатель. Да ну... Ну даже... Я вот... Это мое право уже. О! Видишь? Это мое право. А в регламенте написано... Я один раз обратился к вам и неуважаемый Анатолий Васильевич. И это мое право, мой взгляд. Хорошо. Моя позиция. Вы завершили? Нет. Я сейчас фразы предлагаю. Значит, два вопроса у Матроса. Обращаясь к своим коллегам еще раз, по тому вопросу, который я пытался в повестку дня включить. Значит, действительно, председатель увольняется двумя третями голосов. Но нет такой практики. Вот только в трех парламентах России есть такое правило. То есть везде утверждает должности, избирает большинством голосов и увольняет или прекращает полномочия тоже большинством голосов. Я считаю это справедливо, и это не дает лазейку определенным лицам удерживаться бесконечно у власти путем сговора с одной трети лиц. Вот моя просьба к депутатам подумать и на следующей сессии этот вопрос все-таки включить в повестку дня и рассмотреть. Это первое. Второе. Я считаю, что, Анатолий Васильевич, вы по, не знаю, по каким соображениям не включили в повестку дня вопрос о засухе. Вы сам бывший аграрник, руководили районом, вы прекрасно понимаете, насколько эта проблема сегодня острая. И она ведет фактически к уничтожению сельского хозяйства. Просто. Я уже говорил на конференции с рядом депутатов, что процентов 80 крестьян сегодня разорится. И это, я думаю, что могу ошибиться только в сторону увеличения, но не уменьшения. И поэтому это вопрос все излучайно серьезный. Большая катастрофа у нас сегодня в степи. И правительство молчит. Московская комиссия приехала, что-то заявила. И даже нет информации, каким образом правительство работает по этой проблеме. Оно должно каждый день нас ставить в известность. Каждый день. Буквально горячий эфир должен быть. Это хуже ковида. От ковида мы еще как-то спасемся. Но даже если спасемся, а чем жить? Поэтому вопрос важный. Его надо ставить. Я считаю, может быть даже внеочередную сессию сделать. Заслушать правительство. Заслушать министерство сельского хозяйства. Какие есть вообще соображения на этот счет? И что нам вообще ожидать? Спасибо. Услышали. Имелось в виду, что на очередном заседании мы этот вопрос обязательно посмотрим в форме парламентского контроля. С учетом того, что действительно обстановка объективно сложная. Объективно сложная. Она действительно. Может даже правительство там золотое может быть. Но есть действия, которые нам надо вместе реализовывать. Это действительно с федеральными структурами там и так далее. Значит, Михаил Николаевич, пожалуйста. Я вам дам слово. Ну, я просто реплику добавлю, потому что нам Юрий Викторович сказал. Юрий Викторович, я хотел обратиться к вам. Скорее всего, с этой ситуацией, да, не сейчас, а на будущее. Скорее всего, на мой взгляд, надо сейчас уже порядок представлений субсидий господдержки на будущий год менять. Потому что это целевые индикаторы, связанные с выходным поголовьем, большинство из нас не выполнит. Либо пойдет на, ну, будут показывать не то, что есть. Поэтому, если мы сейчас не примем изменения порядки, то в апреле, в мае, то уже, ну, нельзя будет эти субсидии распределить. И, скорее всего, их придется возвращать, что гораздо хуже. Та комиссия, которая объезжала, да, там были же и из Москвы, я им высказал это, но они, их мысль была такая, что это все-таки ваше внутреннее дело, да. Ну, порядок вносится к каким-то министерствам, но принимается с правительством. Если вы не проконтролируете это, могут и не внести, учитывая, что все-таки там кто-то на самоизоляции, опыта не хватает. В общем, тут то, что нам Сергей Викторович говорит, это предельно опасная вещь для республики. Спасибо. Вот представитель правительства здесь, я понимаю, что он, так сказать, плотнее и больше всех, может, ситуацию сегодня оценивает, но с помощью своих специалистов и так далее. Юрий Викторович, пожалуйста. Да, Анатолий Васильевич, спасибо. Спасибо. Я там тему... Спасибо, уважаемые депутаты. Я, в принципе, абсолютно согласен, что готов на одном из заседаний, или профильного комитета. Конечно, мы все объясним, я все объясню, как на сегодняшний день, какие мероприятия проходят в рамках именно компенсации. Вот вы говорите верно, комиссия приехала, комиссия отцифровала, значит, ущерб. На сегодняшний день мы отработали с Минфином. Я буквально кратко скажу, чтобы было понятно. Все равно какое-то решение уже имеется. То есть будут выделены в ближайшее время определенные суммы. Уже это с Минфином России согласовано. То есть и Минсельхоз, соответственно, подал его аппарат правительства. Поэтому, но согласен абсолютно с Михаилом Николаевичем по поводу именно распределения. Вот я готов взять министра и посидеть с депутатами, уважаемыми, и вот этот вопрос обсудить. Потому что он тоже очень важный здесь. Чтобы мы здесь не провалились. Потому что те деньги, которые сейчас выделят, это понятно, это вот то, что последствия. Ну а то, что у нас на 2021 год будет происходить, готов абсолютно отработать, посидеть, ваши советы, послушать, как вот это дело все оптимизировать. Но то, что средства будут выделены, это факт уже жизни. Поэтому, по крайней мере, те затраты, которые понесли фермеры, они будут компенсированы. В полном, не в полном объеме, мы уже будем смотреть. Потому что сумма тоже, она не безграничная. Но, тем не менее, сумма достаточно большая, более 500 миллионов. И это буквально день-два. А так, Анатолий Васильевич, готов, приглашайте. Ну хорошо, и мы должны стратегию увидеть, как же... Конечно, конечно. Сейчас, минуточку. Николай Оргеневич, я... Нет, я... Наталья, по этой теме или нет? Да, да, у меня... Ну, пожалуйста. И по засухе тоже. Значит, я считаю, что мы можем решить вот эти актуальные задачи, которые стоят сегодня перед республикой в критическое, в общем-то, время. Только перестав врать. Вы знаете, вот вопрос по засухе. На последней сессии Хурала я поднимала этот вопрос. И ваш заместитель, вот, Бадмаев, мне сказал, что соответствующий запрос от Батухасикова ушел 26 июля. Потом, значит, в СМИ я вижу, он же говорит, что запрос ушел 18 августа. То есть мы даже не знаем, когда он ушел. Зачем врать? Зачем врать депутатам вот на сессии? Сегодня нам врал министр здравоохранения. Он врал. И вы можете в этом убедиться. Нет, я хочу сказать, вот когда мы перестанем врать друг другу, тогда у нас пойдут дела, в общем-то, как положено. Хоть как-то Калмыкия выйдет из этой ситуации. Сегодня председатель правительства, ой, председатель народного Хурала мне врет о том, что вопрос о недоверии нужно ставить. Ничего об этом вопросе ни в регламенте, ни в соответствующих республиканских законах нет. И председатель народного Хурала должен это знать, если он профессионал. Идайте законы. Я читаю законы, я читала регламент. Постоянное вранье. Вот два года мы депутаты. И что? Постоянно нам врут с трибун. Давайте прекратим врать. Давайте озвучивать нормальные, реальные цифры, чтобы депутаты владели информацией, чтобы мы могли что-то избирателям сказать. Мне стыдно за эти цифры, которые я сегодня слышал. Давайте без эмоций. Мы же по-человечески, председатель сидит, не последний человек, мы же не последние. Ну что мы эмоции? Анатолий Васильевич, готовы. Готовы. Приглашайте, готовы показать и письма, и все. Суть-то не в письмах. А что, когда уходило? Конечно, результат. На сегодняшний день, еще раз говорю, готов отдельно сесть, объяснить, показать, как это все шло и какие есть согласования и так далее. Еще раз говорю. На сегодняшний день уже вопрос практически решен. Не могу сказать, что 100% решен. Но в аппарате правительства Российской Федерации, Минфини, находится связка на... Пожалуйста, Михаил Иванович. Юрий Иванович, у меня вопрос к вам. Вы понимаете, выделены средства, какие бы образы выделили. Они же с ИПР, значит, с 2021-2022 года они перенесены сюда. И имейте в виду, там проблема наступит у нас с прошлым годом по ИПР. Нам тогда надо будет думать. Сейчас это экстренные варианты. В принципе, на сегодняшний день мы сейчас раздадим, и понятное дело, что мы по этому году, так сказать, пострадали. Но имейте в виду, нам эти деньги за счет других фондов правительства и президента останавливать не будет. Нет, 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 ИПР здесь ни при чем. Ну как, там же... Я в ответ читал. Мне пришел официальный ответ, значит. И там четко и осно написано, что идет переспределение, значит, 2021-2022 года по ИПР. Может быть, у нас разные письма? Теперь второй вопрос. Вот сегодня задали, значит, наши сельхозники правильный вопрос. Первое. На сегодняшний день, значит, с июня, августа и так далее, значит, у нас крестьянские фермы хозяйства, за свой счет приобретают корма. За свой счет. Каким образом приобретают корма, вы знаете. Продают скот, степи, потом приезжают, закупают корма для того, чтобы... Они не ждут же, пока мы тут примем какое-то решение. Теперь вопрос возникает. Каким образом мы будем им, так сказать, компенсировать эти расходы? Вот, в принципе, правильный подход. Надо же подойти каким-то образом. Он же документы-то не принесет. Потом он же наличие денег купил, наличие деньги привез. Таких, я еще раз говорю, процентов 70, потому что они ни от кого не ждут поблажки. Сегодня среди всего выделены. Сейчас вы сделаете, у кого нет документов, вали. У тебя не будет. Поэтому, на мой взгляд, мне считается, комиссия должна очень внимательно подойти к этому. Правильно ведь? Ну, я понимаю, тогда надо делать комиссию, пусть приезжает, считает. Ну, а фактически, значит, тогда проверяйте, есть ли это или нет. Спасибо. Спасибо, уважаемый коллеги. Ну, представитель правительства позицию высказал очень правильно. Он готов к конструктивному разговору с каждым из нас. Это очень правильно. Так, на совокупричьи будем завершать. У меня одно пожелание и вопрос. Пожелание действительно прислушаться. Вот Наталья Сергеевна правильно сказала. Мы здесь работаем и вообще живем не для того, чтобы там просто друг к другу цепляться бесконечно. Просто противно от того, что говорят неправду. Ну, мы же понимаем тяжело. Надо четко сказать. Вот как врач говорит пациенту, какая степень тяжести у него и какой шанс. И никто же от этого не падает в обморок, не умирает. И родственники не сдаются, и больной тоже не сдается. Поэтому мы вполне нормально относимся к тому, что если есть объективная информация, правдивая, мы ее поймем. Мы не дураки тоже, и не последние люди, как Анатолий Васильевич говорит. Мы войдем в положение, но хуже, когда вот действительно перевираем. Или вообще умалчиваем. Это вот такое пожелание нашему правительству. Второй вопрос. У нас в степи идет падеж. Вот очень много павших животных, овец, коров, от истощения. И нам, я уже говорил, просто вас не было на предыдущей сессии, о том, что ветеринарные службы, ветстанции, нам не списывают падеж. Они выкручивают нам руки. Если у тебя есть падеж, тогда давай показывай утилизацию. И вот в связи с этим все-таки, а сейчас вот гадости много. Сжигают с помощью автомобильных шин трупы животных. Или закапывают еще хуже. И, конечно, экология очень сильно страдает. И поэтому мое пожелание правительству, нужно как-то изыскать средства для того, чтобы хотя бы на три населенных пункта или на два купить эти утилизаторы. Как это называется? Крематоры. Крематоры приобрести. Это и обязанность районов, на самом деле. Вам надо помочь районам установить крематоры, чтобы люди действительно павших животных свозили, сжигали, утилизировали как положено. И получали акты, и надеялись на какую-то компенсацию. А так просто, ну, ветстанции нам просто так ставят положение такое. Вот так хочешь, не хочешь. Все конструктивно. Да. А и потом идут фиктивные вот эти отчеты вам. Идут. Они идут в госслужбы, в госсельхозслужбы. Потом в министерство сельскохозяйства. Попадает к вам на стол. Это тоже вот фальсификация. Кому она нужна? Эти дутые цифры никому не нужны. Мы сами себя затягиваем в болото, из которого все труднее вылазить. Спасибо нам. Пожалуйста, Кусминов Арслан. Уважаемые коллеги, завершаем выступление. Будем закрывать сессию. А, Миргоровин? Ну, я тоже вот не могу не согласиться с коллегами, то что вот на сегодняшней сессии все-таки, конечно, должен был обязательно включен вопрос все-таки, либо в виде парламентского часа с министром сельского хозяйства, да, по проблеме засухи. Потому что эта проблема уже, ну, действительно, с лета обсуждается. Мы получили и уже получаем действительно не просто даже сельскохозяйственную проблему, экологическую проблему. Потому что таких пылевых бурь у нас, я не знаю, ну, я при своей жизни точно не видел. Там вот старшее поколение говорит, что раньше где-то когда-то бывали. Но я при своей жизни такое вижу впервые. Пылевые бури, к тому же неоднократно. Потом мор рыб, да, в Вашингтон-Земенском водохранилище. Тоже огромная проблема, которую тоже действительно можно было отслеживать. Можно было отслеживать. Если они говорят, что резкое там высыхание там водоема, ну, в чем я сильно сомневаюсь. Примерно понимаю, насколько оно там обмелело. Но не настолько, чтобы прям такой морг произошел. И даже если обмелело, ну, надо ставить, значит, поплавки. У нас не так-то много этих водоемов. Можно поставить какие-то контрольные поплавки и отслеживать. Вовремя, наверное, тогда реагировать, вылавлять эту рыбу. В следующем эти вопросы. Да, ну, я вот примерно, да, то, что можно было вылавливать эту рыбу, населению раздать или еще что-то. А то в итоге у нас сейчас еще и травится этот водоем. И я считаю то, что действительно, может действительно какую-то внеочевидную сессию собрать. По крайней мере, или сделать какие-то рабочие группы, куда включить. Вот у нас здесь много серхозников сидят, которые, ну, авторитетные. Правительство готово, мы пойдем. Да, да. Да, да, Юрий Викторович, чтобы на самом деле конструктивная работа шла. Да, и потом уже на сессию, вот, допустим, я не сельхозник, я, конечно, в этом буду... Нет, сельхозники на сельхозник еще. Ну, когда, допустим, Валерий Остальевич, там, Сыр Викторович, да, там, Михаил Николаевич, там, выскажут, скажут, да, вот мы консолидированно проработали, действительно, таким образом можно решить. Тогда да. Спасибо. Нет, это в одном плане, да, то, что действительно. Ну, и на самом деле я ожидал, Антон Васильевич, от вас, что вы все-таки поднимете тему по моему вопросу. Ну, честно говоря, то, что вы там высказывали вроде в соцсетях, там, сопереживали, там, ставили на контроль мой вопрос. Ну, сегодня, я думал, в разном, вот, как раз-таки, в присутствии правоохранителей, думал, вы поднимете вопрос. Дело в том, что, если бы это было бы частное нападение, просто вот именно на меня, как, не знаю, там, по каким-то критериям, да, то это одно дело, но я это прекрасно знаю, что это связано с моей политической деятельностью. И в данном случае, ну, под угрозой, грубо говоря, это оказывается давление на законодателей, то бишь, каким образом завтра депутаты, ну, вот, тем человек, они где-то действительно будут бояться, высказываться. Ладно, я не боюсь, черт с ним, пускай завтра там убивают или еще что-нибудь делать. Но я на своей правде как стоял, так и стою. Да, но я считаю то, что мы на вот, 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 очередная сессия, где вот до этого не было собраний. И я считаю, конечно, мы должны все-таки как-то выяснять, чтобы обезопасить других депутатов, чтобы сказать, что нет, мы можем здесь честно работать. Так и должно быть. Готовность изначить, нет, будет готовность, доложим. Значит, уважаемые коллеги, мы завершаем. А, Мимгир Гарьяевна, пожалуйста. Анатолий Васильевич, я бы хотела получить ответ на такой вопрос. Вы знаете, что было, значит, два письма у нас, да, направленных от депутатов, от разных фракций, значит, в адрес Путина. Первое письмо, оно, собственно, было по ситуации с коронавирусом. Вот, и мы знаем, что приезжала комития. Да, результаты этой комиссии, работы этой комиссии нам неизвестны, к сожалению, да. Значит, входит ли в ваши обязанности, значит, довести до сведения подписантов о результатах этой работы, ну, по крайней мере, по заключению комиссии. И мне интересно, кто уполномачивал депутатов, значит, Эрднеева, Мгирову проводить какую-то, ну, я не знаю, как это называется, комиссию, что это было, инспекции работы медучреждений в период пандемии, да. Хорошо. И этично ли не включать в эту группу, значит, представителей других фракций и, тем более, подписантов? Хорошо. Уважаемые коллеги, значит, что касается групп, это инициатива этих депутатов. И я ездил, но я не буду себя выпячивать, что я куда-то ездил, смотрел перед этим заседанием. Значит, да. Значит, о том, что касается подписантов, значит, те документы, которые идут через общий отдел парламента, все контролируются мною, те, кто идут от каждого предпринимателя, они, от каждого, извиняюсь, депутата, они контролируются депутатом. У вас специальная почта есть у каждого депутата, есть помощники, и вы отсылаете и контролируете ход своих решений. То, что идет через общий отдел, через парламент, контролирую я со своим аппаратами и помощниками. А инициатива поехать, ну, это инициатива каждого. Ну, может быть, Герднев, два слова скажет. Никто их не посылал. Хотел бы, Мирин Григорий, ответить. Я вообще только за, если будет какая-то месфакционная группа депутатов, которые съедят на объекты институтских учреждений, проверят борьбу с ковидом. Это почему нет? Это общее дело. А кто вам мешал пригласить нас? Когда вы собирали подписи под это письмо, вы к нам приехали. Вы, значит, довели до нашего сведения, да? А когда вы проводили эту инспекцию, почему-то не посчитали нужным пригласить хотя бы представителей фраг. Это возмутительно, на мой взгляд. Понимаете? И то, что вы потом заявили в эфире, в прямом эфире, для всего населения республики о том, что все хорошо, это тоже, я считаю, нехорошо. Два слова буквально, Анатолий Васильевич, вот два слова. Я закрыл все. Я вот по Кузьминову, да, категорически, вот он сам организовал на себя покушение. Вот так пишут, да? И человеку, представьте, вот такое состояние, два раза там с железкой получил, трубой получил по голове, и пишут ему, что он сам организовал. И вы действительно не можете защитить своего депутата. Мы защищаем, там занимаются. А кто меня защитит, вот к моему двору приехали, под нос моим внукам. Ну это нормально. Это в том, как нормально. Вот, вон откуда идет. Это нормально. Мои внуки идут в школу, а ему под нос. Я сам приду, встану. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.